привет 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 девчонки сейчас камеру настрою там будет лучше привет привет извините кашля дочонки выставила вчерашние дизайн которым рисовали давайте собираетесь пока по чуть-чуть привет привет девочки я пока я себе на ноутбуке включаю свою трансляцию чтобы видеть насколько хорошо отображается у меня картинка давайте ждем еще 30 секунд а я и работаю да просто и на ней удобно на металлической они крепятся очень прикольно получается привет привет это ногтика сайт у меня есть в описании это для тех просто показываю кто не видел вчера трансляцию спасибо большое анатолий спасибо я их в инстаграме все показала на каждый сделала также небольшой как он бумеранг называется опять даже на компьютере не включается вставляется трансляция хотела смотреть привет ли привет привет всем с каким опозданием идет ну что давайте приступим сегодня девчонки я знаете что взяла не самые популярные лаки которые есть у нас это металлики у меня металлики есть все цвета от компании близ но сегодня я взяла всем привет девочки еще раз всем взял сегодня взяла цвета номер 001 компания близ называется большие флаконы по моему 200 50 280 рублей такие стоят потом номер 008 давайте сразу покажу вот такой это металлики это те лайки которые высыхают у нас на воздухе ну проще говоря это жидкий лак жидкий металлический лак это не гель-лак в лампу их ложат лишь для того что потому что в обе наше тепло и в тепле как обычно лак он высыхает быстрее это простой лак вы можете использовать вообще самые простые металлические лаки которые вы найдете я взяла сегодня вот такую вот фуксию это номер 001 кого заинтересует фирма близ потом взяла номер 008 тоже фирма близ причем они были выпущены в разное время но одной серии ведь как флакончики отличаются одни и такие клёвые металлические а вторые черненькие вот 008 взяла металлик это вот такое бордовая вишня даже то тоже металлический лак всем здравствуйте да ну обыкновенные металлики девчонки они очень популярны были свое время и вот такой вот даже не знаю что за цвет сливовый сливовый с микро шиммером такой лишь сейчас 5 секунд я включу потрясу немножко камеру включу вспышку сейчас чтобы было видно микро блеск хотя бы подстрою чтобы мне знать где ручки располагать сегодня с ковриком потому что вчера очень часто уезжала из камеры а когда есть коврик примерно рисунок то ты знаешь где центрировать хотя бы свои руки на только начали вот он с микро блеском тут его видно мелкие 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 флакончики у меня почти полные я не пользовалась ими и так давайте наверное возьмем основу для основы мне понадобится белый гель-лак возьму я джиди коко белый обозначил я их вот так вот просто плюмпочку гель-лака ставлю номер у джиди коко а аж 820 покрываем наш ноготочек белым гель-лаком может быть даже такие дизайны и видели ну в общем не суть в общем я показываю со своей колокольни как я это делал покрыли лаком отправляем в лампу отправлю на минуточку пусть сохнет опять лампа отверну вчера кисть у меня одна убилась рядом лежала не уберегала девчонки не уберегла так еще один типс возьмем тоже нанесем белый гель-лак лачка беру на кисточку прям побольше потому что типс у меня лошадины прям я хочу знаете что сделать я хочу после всех своих трансляций вот именно на этих овальных красивых типсах сделать себе портфолио то есть сделать рамочку купить и в этой рамочку в эту рамочку вернее сделать как пока еще не сообразила в общем типс туда вставить реально пока не по не продумала как это делать некоторые на бархат некоторые делают на поролон сверху бархат втыкают некоторые на акрил лепят некоторые прибивают их там чем-то на двухсторонний скотч и в общем по-разному так понадобится мне опять же какую кисточку вы сушите в лампе я не понимала если засушить кисточку она же весь в лампу положить кисточку наш засохнет конечно засохнет так нет если в флаконе положите ничего с ней не произойдет не 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 просто капнулся сверху и отправила в лампу весь флакон ничего не будет они же все прокрашены они не прозрачные здесь нету ни одного прозрачного места почему они все именно прокрашены цветом вообще без проблем я многие лаки так делаю возьму последний из моих любимчиков 055 серебро это страсть называется реально очень красный я говорил не отдает в оранжевый цвет в кровавый бордовый в малиновый не отдает он очень насыщенный причем я сейчас покажу вам так у меня был любимый близ 253 я думаю что он самый красный но вот по сравнению с этим цветом разница видна все таки здесь уходит в малиновый а здесь прям именно насыщенный красный это вот мой бывший любимый красный лак 253 возможно он кому-то понравится он мне также нравится но сейчас просто предпочтительные на серебро 055 меня так то сразу наверное я нюдовый достану нюдовый у меня камуфляжик а такими номер у него не помню 06 по моему до 06 вот вот такой цвет это маленькую уже осталось но кисточка только у меня окунается в него то есть по середине флакона когда я брала тела и лаки а кеми а кеми вернее они очень мне нравились но не знаю почему то они вот ушли из моего бы так так сказать с моей работы так сначала приступим к одному нагадку красный нам сейчас пока не нужен мне нужен девочки давайте выберем на одном цвете покажу я вам вытащила их все три цвета чтобы показать что можно сделать на разных цветах наверно может быть технику то вы знаете давайте в принципе выберем один цвет 1 2 3 с левой стороны считаем 1 2 3 давайте по цифркам 1 2 в середине и 3 из каких побольше будет 1 идут в основном 1 3 даже не выбирают 2 2 1 1 ага понятно 3 только одному человеку понравился 1 2 так значит 3 я убираю очень сильно все среагировали на 1 1 давайте так снимаю обязательно липкость снимаю липкость с гель-лака на нем ее в принципе нету я думаю может быть лучше все таки покрыть глянцем даже не знаю сейчас девочки я решу щеточку беру чтобы лишние ворсинки если остались убрать в общем для любых хром гель-лаков должна быть идеально ровная поверхность и она должна быть не липкой и так в общем перекрываем наш белый цвет полностью хром гель-лаков перекрываю так чтобы у меня кисть практически лежала чтобы не прорезать материал цвет обалденный конечно просто обалденный сейчас мы его оставляем он должен у нас высохнуть на воздухе еще раз покажу потому что будут комментарии близ 0 34 простите немножко что-то у меня с голосом сегодня прям хрипит так дальше 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 сейчас возьму кисть девочки кто пользуется кистями у вас вообще все с ними нормально от рублева у меня вот нулевочка она у меня вся лезет я ее как подобает промывала только в базе натуральную кисточку никаких химическими этими жидкостями для снятия липкого слоя не пользуюсь но она у меня вылезла чуть ли не вся нулевочка от рублев я брала номер 13р но еще по моему есть я в наборе брала ухты 2 0 очку еще брала она очень тоненькая маленькая оказалась вот это по сравнению с ним на боли прям крупновато вот она нормально живет а вторая я покупал с официального сайта вам не знаю и значит не делать для анимировать стоит ли здесь сейчас начало тоненькую линию так проведу одним штрихом после этого возьму кисточку потолще чтобы закрасить эту часть всегда кисть сначала пропитываем гель-лаке надеюсь видно а потом уже переношу его на ноготочек перекрыли управляем лампу сразу вытираю кисть просто убираю вместе с ней все сваливаем здесь такие запасы девчонки так просох наш цвет этот дизайн очень очень простой очки я вам обещала самые простые дизайны так сейчас возьму дотс кисточку уберу вот знаете чего мне не хватает мне вот я постоянно с алиэкспресса все заказываю вам показываю а сама по сути себе не могу этот подставку под кисти купить мне лично кисти девать некуда то ними постоянно валяется на столе вот вот там надо купить а вот надо надо возьму топ без липкости это очень важно то без липкости чтобы был и был не очень жидкий и и теперь мы рисуем сердечки как можно нарисовать сердечки ставим дотсом две точки две точки поставили видно и вниз вот так соединили и быстренько отправляем в лампу на просушку прям 10 секунд вы знаете в работе вот тоже я сколько раз гаджеты всякие покупала себе но бесполезно когда эта работа когда особенно это перед новым годом 8 марта первым сентября это все на столе лежит это бесполезно так 10 секунд просушили дальше ставим опять сердечко ставим две точки толстенькие и вниз уголочком прям обе потянули и все наше сердечко опять пусть будет даже на 5 секунд я ставлю сейчас лампу на 5 секунд по 5 секунд просушиваем и так заполняем ноготочек если я буду чуть поменьше здесь можно точечки поставить разного размера здесь точку посередине здесь поменьше сердечко сделаю лампу на 5 секунд по 5 секунд сам удобно просушивать этот топ очень быстро схватывается почему используем с хроматиками то без липкого слоя потому что он у вас не сделает мутность именно на самом хроматике потому что хроматике в принципе очень противные гели лаки себя задела и под любым топом с липким слоем они начинают очень сильно мутнеть здесь жирненькую точечку поставим здесь маленькое сердечко такое и концу ноготочка ставим почаще и помельче здесь еще одно будет и все ой некрасивая немножко она получилась но ничего вот таким образом у нас сердечки выглядят в лампу и на полную просушку на минуту по маме кучу минут до минут так с этим ноготком что мы делаем покрываем топом без липкости люблю сочетание белого с красным и черного с красным очень красиво смотрится в лампу вместе с тем типсом пусть досушиваются вместе возьму фольгу золотую это простая фольга девочки то мои остатки у меня сейчас под рукой есть еще сейчас покажу две фольги это фольга от ногтика и у меня с алиэкспресс идет большой рулон ста метровый ссылку на него у меня есть в группе у меня наталья черных подружку уже его проверила на мне присылала этот кусочек рулона именно с того же продавца все замечательно отпечатывается я никогда не стираю с обратных сторон ничего вот с этой стороны ничего никаких налетов я не стираю во вторых я отпечатываю на краску без липкого слоя еще раз повторюсь кто сейчас сделал большие глаза на краску без липкого слоя у меня краска последние наверное месяца 34 я пользуюсь с эвилендом черной краской закрутила черная у меня и белая эти краски белого конечно поменьше потому что я им вензеля в курсе рисовала в основном кто у меня курс покупал тот знает там я использовала эту красочку вот и белой краской пользуюсь чаще но на черную только сушим 5 секунд я сушу и 5 секунд сразу вытаскиваю отпечатываю и обратно в лампу максимально можно забыть на 10 секунд но не больше 20-30 секунд все краска пересушена липкость не отпечатается на липкость на эту не отпечатается если кто не знает составы химии допустим материалов я не скажу что я такой знаток но я вам скажу что на топах без липкого слоя и на красках без липкого слой есть минимальный остаточный липкий слой настолько минимальный что по ощущениям на руках вы по тактильным ощущениям вы их не заметите но не просто также на краску без липкого слоя за 10 секунд отпечатывается фольга авто без липкости втирается пигмент согласитесь лампа sun one 48 ватт 5 10 секунд максимально для нее здесь у нас просохло целую минуту беру новый ватный диск и у меня здесь простая жидкость для снятия лака помпа правда уже немножко сломана поэтому вы наверно слышите в паяльный какой сарказм у вас и теперь снимаем снимаем наш лак наш лак снимается видите а там где у нас был то без липкости он у нас остался только девочки вот смотрите в чем оказалась проблема которую я сейчас вижу этот этот хроматик окрасил мне белый цвет белый типс вот этого я конечно не ожидала конечно оригинально на розовом фуксе но вот неожиданно для меня оказалось я ни разу не экспериментировала решила сегодня сделать и белый цвет окрасился я думаю что сейчас предпринять в этом плане да сейчас я чуть-чуть двину стол возьму бафик тут рядом был и не рядом рядом до нас 5 секунд и мы сейчас забавим да на розовом красиво но я планировала все таки чтобы это был белый цвет я думаю конечно грязь сейчас будет не ожидала что у нас это будет вот так вот девочки сейчас 5 секунд я все сделаю можно было и переделать но просто если вы столкнулись с этим на клиенте вам придется спиливать все ну на всякий случай будете знать что вот на моей ошибке хорошо что бафики изобрели а так с ними удобно так да бафик снял краску мне это уже не нравится не хочу я это делать берем новый типс и сейчас давайте тогда возьмем темный цвет да давайте возьмем красный и на красном сделаем золотым как вариант но теперь вы знаете да что на белом может быть все таки стоило сделать наверное прослойку нужно было сделать и стопа без липкости и потом уже на нем как я и думала делать конечно на клиенте придется полностью все спиливать поэтому сейчас переделаем так здесь у нас ноготочек высох как раз мне для него бафик нужен что по безлипкостью убираем глянец так сейчас возьму кисточку сначала длинную и рисуем полосу здесь нарисовали полосу берем кисточку поменьше и рисуем контур сердца музыка какая-то играют девочки я включил тоже без авторских прав какая уже не смотрела девчонки у меня замучились этими часами но не громко у меня тикуют ну что я сделаю с ними иначе я не буду видеть время сколько представляете я когда купила мне казалось боже мой как я не громкий а сейчас ведь я их не замечаю вообще практически там просохла топом перекрываем вот когда я белым перекрыл то я сидел думаю нужно мне топом перекрыть или нет забыла уж технику то сколько лет уж не пользуюсь этими металлическими лаками года два наверно вообще ими не пользуюсь чуть-чуть делаю красочкой объемчик небольшой ну павел здравствуйте мы снова с нами немножко поострее сделаем работаем здесь просто потом уже не будет возможности что-то исправить есть такие дизайны в которых это невозможно сделать здравствуйте дизайн спасибо здесь у нас высохла убираю в лампу чтобы ничего не мешалось фольгу берем и на 10 секунд слой потолще сделала включила сейчас лампу на пять секунд выключилась еще раз пять секунд берем типс и золотой фольгу и делаем идеальное литье еще раз и третий раз ничего не нажимая не прожимая никаких этих не остается пробелов идеальное литье на краску без липкого слоя даже вот еще чуть-чуть здесь отпечаталась обыкновенная фольга с алиэкспресс в больших рулонах девчонки это вот у меня остатки я боялась что та не придет как раз вот та у меня еще не пришла и я заказала с ногти шопа да это уже вторая часть была прямая трансляция да Жанночка вчера трансляция была у нас первая часть сегодня у нас вторая часть и после этого я отправляю сушиться на целую минуту ну кто спорит те кто ими маньяки они конечно любят ими просто зачем я буду париться с сочетанием продуктов каждый раз так сейчас золотой возьмем золотой номер 002 почему то помечен именно вот таким вот фиолетовым цветом светлом металлический хотя он золотой даже вот знаете я не видела никогда идеального золота кроме фольги это вот не золото по сравнению с фольгой да посмотрите то что есть конечно благородное золото есть желтое золото есть бронзовое золото разное но в моем понимании вот это ближе желтое золото оно смотрится лучше а здесь что-то вот такой горчичного цвета да сейчас я помешаю бутылечек чтобы пигмент осевший вниз у нас переместился полностью но главное не намешать пузырьков и проходимся теперь все то же самое только теперь сделаем золотом и правильно на то и хорошо прямой эфир зато и я теперь вспомнила свою ошибку вам показала и пусть сохнет все минутку просох у нас здесь кусочек на белом где отпечатался можно стереть аккуратненько мелкими движениями чтобы остальную фольгу не повредить дальше кисточкой так рисуем давайте сейчас 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 цвет найду девочки хроматик тоже цвет нужен я хроматик еще вот такой есть это 028 тоже близ вот такой металлик 022 шикарный цвет посмотрите какой на белом лучше показать если где-нибудь ненужный кусочек типса очень красивый цвет металликом сейчас не металликом сделать наверное не металликом буду делать все таки сделаю красненькие сначала перекроем топом без липкости вдалеке домашний телефон звонит так что не обращайте внимание перекрыли топом отправили в лампу ждем пока у нас просохнет девушки кто-нибудь со мной рисует вместе молчат все молчат кто-то нам все опять планы портит что за аптека не получается лежа рисовать ну вот видите как значит у вас возможно что-то другое хорошо получается а и и и и и и и и и надежда а вы писали представителям компании мисс по поводу использования возможно у них нужно сушить либо дольше либо меньше вы зачем учитесь вы напишите спросите просто мне много продукции от мисс но у меня к сожалению вот фольги нету кстати девчонки кто пользуется мисс откликнетесь у меня для вас новость есть у них новинка выходит надеюсь одна из первых и я вам покажу следующем месяце один человек из всех в общем девочки у них выходит акригель и гель да 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 обязательно как только поступает на склад сразу будет у меня в ручках девочки сразу сразу вам покажу мне самое интересное потому что с венолизой вчера было все понятно это простой густой гель да он хорошо вчера стразы зацепил но это все больше ничего наши розовые сердца девочка у меня есть пудра эта пудра называется натуральная от реформа я очень люблю акрил акриловая пудра от реформа в принципе и натуральная она почему называлась потому что это белый размешан с прозрачкой я не ожидала когда я ее купила я думала буду делать ей эффект амбре но на самом ногте отдельно как она как отдельный элемент да не в дизайне она очень плохо держится она должна лежать уже на прозрачке и поэтому я не знала что с ней сделать и в общем я ее намешала с пигментиком взяла пигментик и акриловую пудру натурального цвета смешала вот и вот таким вот огромным объемом здесь 100 грамм здесь наверное может быть грамм 70 я теперь делаю посыпушки кстати помните я говорила что кисти для макияжа купила и небольшие вот эту кисть я приловчила для всяких посыпушек теперь ей очень удобно и теперь пропитываем красочку пропитывать до той поры пока она не перестает у нас блестеть и пропитываться почему мне нравится с пигментами допустим акриловой пудры потому что они такие же микро микро как и сама акриловая пудра если добавить туда блестки да то они конечно уже такие массивненькие а хочется такого нежного эффекта отправляю в лампу на двойное время так что тут с нашим золотишкой еще девочки еще до конца не просох убираем его сохнуть добрый вечер машин прочитала да про гибрид так следующий ноготочек у нас будет покрыт медовым цветом очень нежно ой я и забываю иногда как камуфляжу акими пахнет вкусно сейчас будем делать из трех ногтей композицию девочки тоже на 14 февраля она очень простая это все очень простые дизайны нанесла жирненько чтобы не в два слоя просто это делать все отлично в лампу просыхай это один завод японский серебро харуяма акими это все один завод у них все идентично у них просто бутыльки разные разные фирмы купили бутыльки и свою ценовую политику в зависимости от стоимости рекламы и бутыльков и производства конечно впихивают поэтому вы можете купить наиболее доступные вам по цене и по цветовому ряду гирлак и не ошибетесь они все одинаковые качество всех трех производителей одинаковое это япония очень красивый камуфляж вот этот у акими и как-то странно я про него забыла совсем вот пришло время на типсы из виду надо будет купить еще мне понравилось тогда 08 06 вот этот я брала надо будет 0 6 взять просто он у меня стоит уже долго в открытом состоянии не просто там открытой крышечке а то что я его открыла и он у меня стоит без дела уже давно вдруг он свойства мог поменять за этот момент добрый вечер в лампу наш ноготочек просох и все добавлять я больше ничего не буду золотишко есть красный есть сочетание с белым есть убираем наш первый заготовочек так на этот типсик пока я приклею ноготочек пока она там все просыхает золотой так очень долго просыхает заметили да сколько мы сидим тут сиреневый прям моментально девочки кисточка понравилась которой я пользуюсь бьюти биг бена очень классная кто-то говорил что на алиэкспрессе заказывал но я честно их не видела еще мне скинули тогда ссылку и первый раз я их там увидела прям очень классная я не пользуюсь базами с китая только цвета у меня топ и цвета так что у нас здесь самое главное на клиенте очень главное девочки ну смотрите еще не просох до сих пор очень долго что-то он я держу его в лампе потому что там сейчас тепло у меня главное чтобы просох обязательно металлический гель металлик если он не просохнет топ где вы покройте любой дизайн любой узор чтобы то не было обязательно с колется потому что на непросошенный лак это будет нанесено то что так долго сохнет мне вообще не нравится все задумку мне портит зараза такой девочки музыка не мешает вы мне все молчите ли я бы не я не вижу что ли ну вот последний вопрос про базу больше вопросов нету вы со мной отказываетесь говорить ой спасибо вижу теперь ага а то смотрю 43 минуты а мы с вами еще даже и не поговорили толком вы же конечно не говорить пришли вообще не слышите музыку девчонки топ класс эээ топ да что же мне про топ про базу спросили я топ держу слово в голове классный да это номер 06 очень красивая конечно камуфляжик так тонкая кисть приветик натур так берем теперь тонкую кисть это так задумано у меня недавно подружка прикол рассказала о своей работе нечаянно резанул клиента сидит и говорит ну если что вы за это тоже заплатили она говорит в смысле ну это входит в стоимость порез это юмор такой немного жестокий от мастеров те кто знаешь как мы уже суровые не обращаем на это внимание так задумано так должно быть что пугаешься спасибо танюш большое вам рисую маленькое очень лаконичное аккуратное сердечко это для тех дамочек в самом девочек юных кто любит всякую нежнятинку но хочет как то немножко отличиться это из рода японских маникюров навеяно было мне однажды в том году когда я увидела такие слайдер дизайны решила их повторить название камуфляжа это акеми номер 06 да она только конечно останется трансляция я не одну трансляцию девочки не удаляю я могу максимум что ее скачать сменить какой-нибудь длинный кусок либо куски когда тормозилась трансляция вырезать и обратно ее загрузить в тот же плейлист но это практически там два-три часа разница будет и я обратно ее возвращаю базу камуфляж от рунейл гель-лаковый базу камуфляж простые камуфляжи простые камуфляжи я работала а вот гель-лаковыми нет нет гель-лаковые нет не пробовала ничего не могу сказать знаю что сейчас офигенские цвета по очень классной цене у них идут инди называются у меня девочка знакомая купила очень-очень довольна кинул мне свою палитру не основном бордовые цвета там зря-то они уж боитесь люди всегда боятся только осуждения только осуждение поэтому если вам нравится занимайтесь если вам приносит удовольствие занимайтесь тем что вам нравится это самое главное в жизни делать то что вы хотите выгнать пузырьки из базы поставьте в микроволновку на 10 секунд на 220 и привет привет здравствуйте разная национальность у нас смотрит очень приятно отравляю в лампу замечала кстати девочки знаете чтобы доставлю название трансляции либо видео название на 5 секунд потом стоит пусть то моментально появляются зарубежные зрители в поисковиках выдает на девочки главное желание меня поражают мужчины в трансляции вы в трансляции молодой человек в прямой трансляции для женщин в основном ой косорилово прям давайте давайте кирилл до свидания лампу все-таки хочу домучить давайте я ее домучу хочется с ней уже завершить этим ноготком потому что у нас лежит уже все то же самое делаем две точки сердечко соединяем две точки и сердечко на просушку на 5 секунд у меня рунел до сих пор знаете какая есть они покажу багира у меня черная багира есть от рунелла вообще отличной краской отпечатывать тоже замечается но вот после нее я не могла найти не одну хорошую краску для литья кто-то говорит эми пожалуйста не надо навязывать свое мнение у каждого человека есть свое мнение лично мне черный тюльпан от эми не нравится вообще если вы думаете что я работаю на китае вы зря так думаете я переработал на очень много хороших материалов работал не только на себя я работал салонах и я знаю о чем я говорю у них очень много замечательной продукции но черный тюльпан это не то на чем нужно акцентировать свое внимание я считаю в принципе что продукция должна работать с разными продукциями с продукции разных марок они вот одна под другое подстраивается и больше ни с чем не сочетается конечно понятно что это рекламный ход бренда с этим мы ничего не сделаем нарисовался ордейчик отправляем в лампу здесь у нас высохли дальше черная краска да молодой человек вы что больше никогда не вернетесь да она похожа на гель-паст на самом деле густая 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 а а Субтитры сделал DimaTorzok Делать мне замечание Сердечки, потому что трансляция посвящена Дню Святого Валентины, который предстоит впереди У всех у нас очень много клиенток, которые захотят в каком-то виде сердечки Я даю просто идеи, которые рождаются у меня в данный момент Я никогда ничего заранее не планирую То, что сейчас у меня приходит в голову, либо что-то Когда-то я где-то видела, я интерпретирую уже по-своему Из этого рождаются дизайны и авторские техники Только так можно работать, не срисовывая ниоткуда Идея пока она не воплощена Ее никто не украл и не может украсть Девочки, пять секунд, камера тряса Ага, все, ушло Оповещения идут о добавлении ВКонтакте И я не могу прочитать ваши сообщения Девчонки, тут парню скучно Займите его, пожалуйста, если кто-нибудь свободен есть Мне так хочется прямо ответить, но времени нет Вовлечена вам рисует красоту Отправляем в лампу Так Девочки, а молодой человек надоел? Если надоел, вы скажите, я сейчас заблокирую, чтобы больше не мешал Будет просто тихонько сидеть и смотреть в уголочке трансляцию Если ему так интересно Светлана Сухарева, скажите, пожалуйста, про Сан Вы слушаете в лампе, но, увы, вы о чем? Может быть, я смогу вам помочь ответом каким-то Степ, скажите, какие пластины вы купили? Металлические, пластмассовые, пластиковые Пластмассовые и пластиковые Мне кажется, разные пластины Потрясающее у меня мышление Металлические, да? Потому что на пластиковых иногда очень плохо Вообще, в принципе, отпечатывается Вот таким образом у меня сейчас стоят У меня здесь Николь Дайли Это вот все Николь Дайли Я купила пять цветов И только их мне нужно Хорошо, но я буду Павел первая Оставьте меня и моих девочек в покое, пожалуйста Это самая лучшая для меня личная краска Еще краска Т Но в данный момент, я думаю, ее сейчас у меня рядом Девочки нету Не взяла А, нет, есть Вот, еще краска Т Ценовая политика практически одинаковая Бывают дни скидок очень хороших Можно купить и за 100, и за 115 Т где-то 100-115 Николь Дайли 126-130 В зависимости от разных магазинов Вот И можете, конечно, взять Либо ту, либо ту краску Эта краска жидкая Она быстро высыхает Вот Если вы быстро работаете со стемпингом То я рекламирую Рекламирую Рекомендую вам взять ее Девочки, я днями обучаю Поэтому, извините, язык заплеткается иногда Поэтому Конат вообще ужасный Просто Конат терпеть не могу Давно испортился уже эта марка В плане лаков Именно маленьких Возможно, с большими все еще хорошо Не буду говорить и наговаривать Эта краска жидкая Поэтому сохнет очень быстро А именно Борн Претти А, нет Николь Дайли Борн Претти у меня еще только идет А Николь Дайли Она густая Сейчас покажу вам Здесь у меня остатки уже красочки Вот Можно видеть, насколько она Жиденькая Она очень пигментированная Запахи одинаковые Сильные, лаковые И Вот такая вот густая У Николь Дайли Да Девочки, у меня есть группа Вконтакте Называется Алина Лия Вы можете зайти сейчас Под трансляцию И там Открыть кнопочку Еще Вы увидите мою группу Ссылку на мою группу Там На стене Скинуты все фотографии Ссылки Я беру только продавцов Со звездами С бриллиантами Не беру С монетками Там вот с этими медальками И всегда где много отзывов И где часто Всего бывает Ну Скидки Именно таких продавцов Я и для себя их оставляю И Вам рекомендую Вот Так что проходите Смотрите Этих продавцов Также есть там В обсуждении ссылка Просто на список товаров Кто не хочет листать всю стену Вы заходите на список товаров И там все товары Просто В списочек идут По названиям Если вам будет так удобней Просто для себя Даже организовала Мне очень нравится Вот А из последних штампиков Что мне понравилось Это Бьюти Биг Бен Вот такой Я его тут маленько Лаком мазнула Надо стереть Жидкостью Но боюсь стирать Вдруг боюсь испортить штампик Он вот такой Здесь полностью Пространство пустое Вот И тем хорошо Что донышко Не поцарапается И чтобы не произошло Вы будете видеть Все равно Вот Этот штампик Спасибо большое Что подписались И есть еще Из последних штампиков Это вот такая красота Сейчас покажу Потому что Девчонок становится больше У меня Многие не видели Это вот такой Двойной штампик Здесь у нас Силикоша Причем Силикоша Очень-очень мягкая Очень мягкая Вы посмотрите Сейчас покажу Насколько она медленно Возвращается обратно Видите Она не хоп И выпрямилась Видите Она вот Я не знаю Как это писать Девочки Если у вас у кого-то есть Именно вот с этим желе И вот с таким Вы увидите Он липкий Я вам советую Ульяна заказать Что-нибудь для стемпинга Не пожалейте Денег на хорошую краску Хорошая у Борн Прейти Тоже Не только Николь Да Либо Борн Прейти Хорошая И вот такой вот штампик Либо Вот до этого Я вам показывала Тоже Есть ссылочки Возможно Не у меня Такой найдете Может быть У других продавцов Найдете Вот именно У Бьюти Биг Бена Вот такая вот Именно возьмите С прозрачной Не с металлической Вот здесь основой А с прозрачной Вот с такой акриловой Господи Мужики Вы откуда набегаете На женские трансляции Я не понимаю Дети какие-то Вообще приходят Это по запросу Про день Валентина Что ли Вас так штырит сегодня Я вообще не понимаю Дети-то откуда Здесь у меня Девочки А вот этот Желе Да Здесь конечно же Красота Как я люблю Все в белых стразиках В пиксиках Так Мальчик До свидания Отсюда Что вообще происходит Так Не буду отвлекаться Люди меня смотрят Так И вот такой жилет Да боже мой У меня Прям Вы не поверите Я экрана не вижу Потому что у меня Все в его сообщениях Заблокированных На полэкрану Где даже Вот здесь На полэкрану У меня все закрыто Сейчас исчезнет Ага Все вижу Где показываю Это что-то невероятное Девочки Смотрите На его липкость Вы смотрите только Он 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 не оставляет Никаких следов Он Не влажный Как лизун Он не Как силиконовый Но вот он Прилипает Он вот такой Мягкий Очень Красиво Я не знаю Но он Самый лучший Наверное Да Девочки Может Этот желе Тоже отпечатывает Но только Если у вас Были пластины Либо краска Которая не работала Вот с этой липучкой Все станет работать Да Уменьшать Ими можно Да На этом Не хочу Показывать Девочки Мне его Жалко Он шел В красивой упаковке Вот знаете Женщина Купила ради того Чтобы купить Я же покупала Платье не для того Чтобы надеть Я уже покупала Для того Чтобы его купить Вот такой у меня У меня очень много Стемпинг Разных Пластин И штампиков Но вот Здесь такой Скребочек Шел Очень красивый И очень действий Но если хотите Мы с вами Сегодня еще Стемпингом Порисуем У вас гроза А у нас Метель Ну так ты от меня Насколько далеко Ксюнь Так Здесь у нас Третий остался Очень лаконичные Дизайны И сейчас Мы Сделаем просто Так же Посыпочку Сердечко В кружочек Ого Минус 36 Харьков Тоже метет Ничего себе У некоторых Погода Девочки Ну Новосибирск Понятно Вы знаете Сейчас поищу Мне вчера Подруга Напомнила Что у меня Есть пластины С С Поцелуйчиками По моему Но прям Именно Святой Валентин Вот я не помню Сейчас Стираю Все золото Вот девочки Вот такие Сердечки У нас Получаются Смотрите Очень простой Дизайн Очень Очень Только Вот видите У меня Запузырился Топ Потому что Я его мешала На палитрочке Вот на нем Пузырьки И эти Пузырьки Все Передались Вот такие Сердечки Можно только Девочки Видите Ошибку я сделала Я на белом Не нанесла топ Как планировала Вначале Я подумала Да ладно Что будет А пигмент Конечно Впитался Можно разные Разные Сделать В сочетании Цветов Черные С серебряным Серебряные С красным С желтым Вот девочки Еще К нашему Ноготочку Самые простые Цвета Используем Красную Розовую Золотую Палитру Девочки Помните Показывала Вот он у меня Высох Один цвет Есть Изумрудный Это тоже Хроматик Он вообще Потрясающий Это по-моему Вот этот цвет Если не ошибаюсь Да Это 0.22 Близ Я таких Хроматиков Просто Еще Ни разу Не видела Хроматики Металлики По-разному Да Можно Конечно Но Мне не нравится То Что я могу Кисточку Запоганить После Металлического Нужно будет Постоянно Промывать В жидкости И в итоге Она у меня Распушится А я кисточкой Пользуюсь Одной Пока Я ее люблю Я очень хорошо Ее выстрекла И Не хочется Мне ее портить Конечно Можно и хроматиками Это сделать Да Он сохнет без ламп Это простой лак Вы можете купить Даже простой лак Девочки Металлический лак Уборный Прейти Можете на Алиэкспрессе Купить Нет Это лак 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 Девочки Это лаки Они называются Как металлические Вот Металлик гель Они у всех Называются Металлические Хром гель Лаки На двойной штампе Пока не знаю Не помню честно Потому что Я недавно Там что-то добавляла Я практически каждый день Либо вот Если перерывы бывают Я ищу что-нибудь Интересное Самое новое Для вас Вот Это простые лаки Да Они именно с металлическим эффектом Можете У Борн пройти Их взять Они есть Чтобы не покупать Допустим в России У Точную формула профи Есть Потому что у меня От формула профи Еще остался Последний лак Где он у меня Вот Хром эффект Знаете Для чего он был создан Сейчас покажу Когда проходила Вебинары У Юлианы Жадуковой У меня три Вот сейчас читаю Свои дипломы Сертификаты От вебинаров У меня свадебный фэшн был У меня Ой 4D фэнтези Лепка Я проходила И Винтер фэнтези Это новогодний дизайн И вот По новогодним дизайнам Нам нужен был Вот такой вот Хром Гирлак серебро Вот И только Вот он нам нужен был Сейчас на одном из типсов Покажу Для чего он нужен был Да Написано Он сохнет Ну Девочки Верьте пожалуйста Своим глазам То что я вам показываю А не тому что написано На заборе О них на всех написано Что они УФ А сохнет он на воздухе В УФ Либо В LED ламп Их ложат для того Что повторюсь Потому что В лампе тепло А лаки простые Сохнут в теплоте При хорошей проветривомости И при хорошем тепле Только при этом Вот он воняет Адово воняет Девчонки Просто адово воняет У кого есть Именно этот лак Тот может подтвердить На самом деле Очень жестко пахнет Так Сейчас он у нас высохнет И мы с вами его Покажу я вам Что мы делали Давно прав Такое лужи Да какой у меня год Тепло он там Сейчас гляну Не вижу 2016 по-моему Причем свадебный фэшн Я получила Сертификат По свадебным ногтям Я проходила Мы сутки Наверное В ночь Рисовали Ну как у Лианы Жадуковой Если знаете У нее всегда Если что Она в ночь выходит Вот И вот Очень долго Мы ночью До утра Рисовали Давно было 2015 год 9 июня 2015 года Аж Получила я Свой сертификат Нравилось мне Что у Лианы Она была Технологом И формула профи А сейчас ушла С ней Канагер работает Тогда у нее Идей было больше Может потому что Она была Не в таком Свободном полете Лампа Не знаю Почему я Курмешочек нарисовала Хотя я хотела Сердечко нарисовать Здесь у нас Будет термо Такой цвет Ксюнь Смотри Близ 214 Он нереально Яркий Яркий Да Еще сейчас Скажу тебе У кого есть Вот у меня Рядом Опять я не взяла Вторую палитру Что я сегодня Не взяла У Патрисия Нел У Патрисия Нел Еще есть Этот цвет Сейчас я вас 5 секунд Отодвину Прикрепленные Вы мои Немножко 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 Вас сейчас Потрясет Сейчас я возьму Палитру 5 секунд И покажу Вам кому нужен Этот цвет Еще Так Сейчас снесу Тут все К чертовой матери Вот 413 413 Еще Патрисия Нел Такой же Кому нужен Кто Либо Близ 214 Либо 413 Кисточку Расказявила Как Густой Материал У меня Неоднозначно О гель-лаках Патрисия Нел Мнение У меня Из Патрисии Что есть Очень тяжелые Кошки Есть Почему Тяжелые Потому что Даже С моим Классным Кошачьим Глазом Для кошачьего Глаза Вот таким Вот Магнитиком Не получается Никак Кошачий Блик Он должен быть Что-то Я слишком Растянулась Тут К20 Фокус Патрисия Нел Очень Красивый Цвет По кисточке Видно Что он Стоит У меня Он очень Густой Маделон Девушка С ником I Love Маникюр Пожалуйста Если можно Скиньте Ссылку На Маделонос Мне Вконтакт Может быть Если вам Не трудно Либо потом Нет На ютубе Не получится Сейчас Недопустимы Ссылки Может быть Скините Потому что У меня подруга Очень сильно Ищет Именно Маделонос Гирлаки А я Я их Найти Не могу Вот Такой Коралловый 401 Патрисия Знаете Откуда У меня Эти Гирлаки Мне Их Прислала Как Думаете Кто Яна Яна Маникюр Айвери Канал Вот Тоже Розовый Можно 413 Патрисия Нейл Она Не смогла С ними Справиться И Решила Прислать Мне Чтобы Я Попробовала Эти Лаки Пользуюсь Но В однотон Кошаков Я не могу Сделать Спасибо Большое Скиньте Пожалуйста Если Не трудно А цвета Классные Да В подарок А что Так удивляйтесь Очень много Блогеров Меняется Продукцией Вы не знали Об этом Вы думаете Нам Прям фирмы Все задарились Что ли Нет Пигмент Не осел Они наоборот Они настолько Пигментированные Что Очень тяжело Вообще С ними Справиться Так Возьму Капельку Вот такого Цвета Это 013 Опять же Близ Девочки Я не знаю Почему Сегодня Я на Близ Рисую Честно Не знаю Такой Темный Темный Фуксия Ближе К фиолетово Сиреневому Даже Ближе К темно Сиреневому Почему Выбрала Его Потому что Это Термогель Лайки В зимний Осенний Период Термогель Лайки Должны Расходиться У вас Как горячие Пирожки Если они у вас Залежались В баночку Девочки Опять Покрываем Сейчас Приуроченная К 14 Февраля Нет Акрил Не прозрачный Это натуральный Акрил Белый Перемешан С прозрачным Фирма Реформа Смарт Называется И я добавила Еще сюда Пигмент Перламутровый Акрил С пигментом Большую банку Намешала Сама Я еще И с акрилом Просто работаю Так Сказал Бедняк И Сейчас еще Девочки От термо Найду У себя Просто Сейчас Выглядываю А нет Можно даже Знаете Что сделать Ух ты Не тот цвет Взяла Девочки Вы меня Спрашивали Сейчас покажу Многие Спрашивали Пока сегодня В трансляции Сидим Нет Не микроблестки А ну да Нет Микроблестки Все таки микроблестки А пигмент Это пигмент Вот допустим У меня есть такой пигмент Выглядит как Тенюшки В общем Это то Чем разбавляется Сами наши тени Разбавляются Наши гель-лаки Это пигмент Очень много разных Пигментиков Да Правильно Порошок Один из первых Обзоров Самых популярных Который сейчас Набрало Наверное Больше уже 60 тысяч Просмотров На моем канале Обзор на Гель-лаки Кани Двойной блик Вы спрашивали Как я их пометила Чтобы я их видела Вот девочки Сверху Бутыльки же черные Я просто нанесла Капельку Гель-лака Сделала на нем Блик И отправила Просто посушить Вот эти двойные блики Просто Вот таким образом Перекрыла топом Все И сверху Когда они у меня Теперь стоят Я вижу Какой блик Мне нужен Вот этот Вы сейчас Видите С розовым А я его Вижу золотым Представляете Вот он сейчас Золотой у меня Да На Али Есть Разные-разные Так Фокусируется На том На чем нужно У меня есть Тоже Ссылочка И одна из первых Читая на ютубе Их показала Потому что Я их сразу Купила И мне Очень-очень Захотелось Такие Гель-лаки Я люблю Все Что новенькое Необычненькое Где Наша Так Здесь Наши Посыпушки Просохли А одну Я даже Смахнула Она у меня Она у меня Просто так Лежала Я включала Не его Ну это ж Надо было Кошмар Девочки Дубль два Мне прям Сегодня Очень сильно Везет По пять секунд У меня же Лежал Нет Не заболтали Девчонки Это у меня По пять секунд Лежало сердечко Ну и осталось По пять секунд Я расключила Смотрю Просохла Вторую кинула Опять включила Ну куда По пять секунд Такие плотные гель-лаки Они не высохнут Тем более Еще с акриловой пудрой И все Я их стирать И они стерлись Надо Знаете Как написать Фейлы В прямом эфире От Булгаковой И будет Тогда Все понятно Да вот Нужно Я же говорю Двойное время Включала А у меня Стояло На пять секунд Просушку Вот этого дизайна Помните Сердечки По пять секунд Я сушила Вот так У меня И осталось Здесь А здесь Мы ярко-розовым Сделаем Куда такая Пигментация Просохнет Не, не, девочки Ни в коем случае Не вы Это моя вина Все хорошо Мы никуда Не торопимся Сидим Рисуем Кто устанет Посмотрит в записи Ничего здесь Страшного нету На вопросы На какие надо Я на все отвечаю Так Меняю На 60 секунд Причем Эти гель-лаки Сейчас я вам покажу Немножко Сниму вас Со штатива Они в лампе светятся Что близ Что патрисионел Они светятся В лампе Тут у меня, девочки Обзор Хотите, да? На мой стол Что у меня сейчас Здесь творится Так работает Мастер обычный Перед камерой Вы ничего не видите Практически А вокруг нас Хаос Вот, девочки Вот так это все бывает Какая-то музыка у меня Грустная Уже замучила Мне ныть уже Так Вторую минуту Да Рабочая обстановка Нормальная Я не жалуюсь Сейчас шнур уберу Девочки Вас потрясет Прям 5 секундочек И все Это не чистенько Я педант Я с ума схожу Когда у меня Так Так Девочки Я потеряла Типс Вот он у меня Вот он Нам нужен Наверное Все-таки Черный гейлак Чтобы сделать Кошачий глазик Там Так Самый плотный Для меня Сейчас Черный Это Джиди Коко Для меня Плотный Сейчас Мисс Джиди Коко На данный момент Самый плотный Для меня Черный Гейлаки Да На штативе Конечно На штативе Я вам В видео Сняла Про Алиэкспресс Три штатива Которые Мне пришли В общем Девочки Заказала я Три штатива Маленьких Ставить На На стол И снимать Вот как в некоторых Видео Где участвуют Мои руки Вот у меня стоял Штатив Это новый вид съемки Стеф Я вам не завидую Становитесь Мы потом будем Вместе с вами Плакать Над этим делом Вот И в общем Они все пришли У меня без держателя То есть где вставляется У меня Сам вот этот Вот телефон Да Вот такая Прищепка Куда вставляется Все три Представляете Думаю Ладно Не буду вам снимать Подожду Подожду Пока У меня Вот эти головы Придут Куда вставлять телефон Приходят у меня Эти головы Я снимаю Сижу вам видео Все показала Все рассказала Рассказала Если захотите Стать блогером Как ставить Эту камеру Как снимать Перед руками Чтобы у вас Камера стояла Между рук вернее Да Этот кусок У меня Просто Не записался Такое ощущение Что это подляна Просто какая-то Я не знаю Для меня Я столько ждала Эти штативы Потом я ждала Эти головы Для этих штативов Потом я это все Сняла Благополучно Прям без запиночки Все вам рассказала На одном дыхании Никаких монтажей Там нарезок Ничего Ни спецэффектов Просто голая правда Рассказываю Как есть Как ставить камеру Как Чтобы он не записался Сегодня монтирую Смотрю Думаю Ну что вам Выкладывать Ой Девчонки Может не знаю Вспомню я столько Информации Сколько я вам дала В том видео Обидненько Немножечко Стараешься Стараешься Бывает Камера Сволочь Тебя подведет Либо батарея А Так я уже положила Либо батарея Перегреется И все Ой Да Закон подлости Так девочки Я иногда Комментарии ваши Не схватываю Поэтому я Перехожу На версию На комп И читаю Сейчас они Все загрузятся У меня Сделаем Сейчас Сердечко С двойным Бликом Конечно Изгинать тут Я думаю Не получится Потому что Слишком маленькая Площадь Не увидеть Этого Изогнутого Блика Просто Двойной Будет И думаю Сделать Узенький Именно Магнитом Откани Получается Узенький Блик Вот здесь У нас Пигмент Хамелеон Кошачий Глаз Фокус Спасибо Вот Есть Два Момента Отцепляйся Они у меня Прикручены Прилеплены Даже Наверное Скажу Не прикручены К лампу Есть Простой Привет Привет Уже Сколько Ну Не так Много Конечно С этим Получается Широкий Кошачий Глаз Сейчас Покажу А есть Конечно Очень Сильный Кани С Узким Узкие Полоски У него Вот Настолько Узкие Вот Им Я думаю Оставлю Потому Потому Что Круч Всего Смотрится Так Надежда Простите Что Не обратила Внимание Пожалуйста Напишите Мне Где Нибудь В соцсети Про Венделя Где Вы Рисуете Я Обязательно Посмотрю Потому Что Бывает Могу Пропускать Вот Магнит Кани Двойной Глаз Покупай Сразу Два Они Вот Здесь На концах Вот С таким Двойным Круглым Магнитом Для Чего Сейчас Также Покажу Пока Тема У нас Идет Чтобы Вы Видели Я Сейчас На Простой Типсе На Простом Типсе Иногда Бывает Склоняю И Говорю В Женский Рот Почему Два Брать Потому Что Если Магнит Упадет Он Может Расколоться Что Очень Часто Происходило С Магнитами От Масура Самые Популярные Длинные Магниты Масура Были Вот Они Кололись У каждой Второй Девчонки Черным Гирлаком Покрыли Отправили На Минуту Можно Можно Взять Даже Два Разных Сейчас Два Разных Возьму Два Разных Гирлака Канни Один Цвет И Второй Можно Маленькие Хитрости Здесь Сделать С ними Это Конечно Уже У нас Не Относится К тематике 14 Февраля Сейчас Просыхает Он У нас Без Лаконичные Стал Ярк Розовым Как Только Он Остынет Он Станет Фиолетовым Сердцем Не Перекрываем Больше Ничем Акриловая Пудра Будет Замечательно Держать Любой Гирлак На Поверхности Очень Простенький Здесь У нас Также Лежит Я вам Покажу Так Сначала Вот Наш Наша Сердечко Двойной Блик Перекрываем Топом Если бы Конечно Мы не Додумались Сделать Кошачий Глаз То перекрывать Второй раз Топом Не нужно Было Мы бы Один раз Перекрыли Поскольку Мы Здесь Фантазируем Вместе То Перекрываем Сверху Берем Один Цвет Кошачьего Глаза Я его Вижу Зеленым Вы Видите Его Фиолетово С оранжевым Даже По-моему Да 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 Поворачиваюсь Просто На Комп И Смотрю Я сказала Сейчас Покажу Почему Два И Здесь Просто Хаотично Смешиваю Тоненькой Кисточкой Хоть Так Хоть Так Так Такие Пигменты Перемешиваются Очень Хорошо Потому Что Это Хамеле Хамеле Всегда Хорошо Мешается Любая Хамеле На Черном Мешается Размешали Получился Вот Такой Четверной Хамеле Девочки Сейчас Не смогу Показывать Близко Будет Лежать Вот Таким Образом Камера Ой Наш Типс Вернее Я Беру Два Вот Этих Магнита Вот Магнит И С Двух Сторон Подношу С Правого Верхнего Угла И С Левого С Нижнего И Делаем Не видно Вам Вот Как бы Подстроить Это Не Камера Это Телефон Я не могу Подстроить Так Вам Показать Чтобы Это Все Очень Близко Было Так Галактикой Девочки Простите У меня здесь Моргает Свет Сейчас я Перевернулся Так Можно так же Сверху берем Этот же цвет Чуть Чуть Обновляем И Внизу Обновляем Обязательно Нужно Обновлять Девочки Немножко У меня здесь Слетело Оборудование Сейчас 5 секунд Вас помотает Простите Уж Все Так Опять Тоненькой Кисточкой Тоненькой Кисточкой Два Гель-лака Частыми Движениями Мешаем И Делаем Одну Полосу Двойная Полоса Розовая Желтая Двойная Полоса Розовая Синяя Синяя Зеленая Даже Градиент Именно Получился Именно В кошачьем Глазе Градиент Помимо того Что это Двойной Блик Так еще И Градиент Если Опять же Это все Повторить Но с Другим Так Это у меня Вверху Был Это просто С экспериментами Конечно На руках Столько Слоев Наносить Не надо Просто Всегда Нужно Обновлять Все эти Частички Как Монетки Если ты Один раз Приложил Магнит Все Они Перевернулись То есть Какие-то Стали Черными Они Перевернулись И Перешли К Глазу К этому Кошачьему К блику Они Сцентрировались И Оставили Черное Пространство И Если Еще раз Приложить Они Уже Так Не Будут Сиять Они Перевернулись Как Монеточка Поэтому Если Делать То Наверняка И Один Раз Не Прикладывая Каждый Раз Магнит Не Меняя Ну Очень Клево Клево Смотрится Всякие Градиенты Насколько Близко Постараюсь Показать Сейчас Фокус И Вот Если Простым Магнитом Не Магнитом Кани Ставить Блик Он Получается Толстенький И Вниз Собираем И Будет Вот Такой Полоса Градиент Да Да Не Бояться Господи Вы Не 500 Тысяч Отдаете За Нех Они Стоят 130 Рублей Ну Нет 230 Наверное Покупайтесь А как Я Вот У меня Вчера Я Купила Вот Этих Ковриков 4 Штуки Они Приходят По Одному Один Белый Есть Сейчас Это Новый У меня Белый Еще Розовый Лежит Потом У меня Еще Черный Идет И Я Еще Фуксию Заказала Захотела Вот Зачем Они Мне Это Всего Тысяча Рублей Обошлось Тысяча Рублей Один Клиент Что Вы Так Боитесь Ну Девчонки Я Не знаю Вы Хотите Но Ничего Для Этого Не Делаете Но Нельзя Так Я Вас Не Провоцирую Покупать Я Говорю Потом Что Не Бой Тихо Страшного Это Ничего Нет Я Оставила Этот Широкий Блик Сейчас Покрою Чуть Выравнивающим Слоем Потому Что Там Ух ты Не Настолько Выравнивающим Слоем Пока Пока Светлана Удачного Рабочего Дня Завтрашнего Хорошие Бесплатно Ох Это Я Б Тоже Хотела Я Не Прочи Сэкономить Свои Деньги Как Любой Нормальный Человек Вот Три Простых Лаконичных Дизайна И поверьте Если вы Хотя бы Один Из них Возможно Вот этот Выбивается У нас И с 14 февраля Хотя Хотела Здесь Сердечко Сделать А Получилась Тематика БДСМ Очень Оригинально Даже Не знаю С чем Связано Блестят Переливаются Фокус Вот Такие Дизайны Бантик Бантик Не люблю Бантики Да Это Это Точно Так И С Нашим Серебром Что Мы Делали Они Нам Нужны Были Для Разных Разных Витражей Так Это Не Витраж Что Тоже Такое Же Серебро От Блюзская Кстати Девчонки Ни у кого Нет Вот Такой М 02 Блюзская Вы знаете Он Очень Странный Здесь Хроматик Уже Высох Вот Он Стал Хромирован Да А Вот Этот Блюзская Серый Очень Странная Вещь Я Сейчас Я Покажу Вам Он Когда Лежит Без Дела Он Становится Как Гальваническое Серебро Либо Как Ртуть Вы знаете Вот Сейчас Он Начнет Выравниваться Вот Смотрите Вблизи У него Появляются Вот Такие Проплешинки Небольшие И Он Становится Таким Зеркальным Как Ртуть Опять Фокус Он Видите Как Будто Он Просыхает Начинает Сейчас Я Тоже Оставлю Полежать Но На самом деле Странный Материал Я Его Не Поняла Я Его Что Он Собой Начинает Представлять Что Он Из Себя Представляет Почему Он Таким Становится Ну Допустим Желтый Золотой Конечно Не Получится Лучше Взять Красненький Самый То Будет Это Красненький Так 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 Витражики У меня Есть Классные От Мисс Взять Если Красный Вот такой Витраж Насыщенный От Мисс И Например Вот Такой Вот Мелкотню То Что Делалось Открывалось Топом Без Липкости Быстренько Отправлялось В лампу На Несколько Секунд Практически Здесь Наш Градиент Хамелеон Блик Высох Да Здесь Можно Космос Будет Нарисовать Сейчас Без Проблем Так Зафиксировали Ничего Вообще Сложного Вот В этом Нету Это Просто Сейчас Я Выложу И перекрою Перекрою Витражками Вот Все Что это Было У нас Тогда В нашем Оригинальном Курсе Здесь Были По бокам Они Я просто Сейчас Накидаю По бокам Здесь Здесь Потому Потому Там Были Простые Снежинки Из Вот Таких Миленьких Ромбиков Привет 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 И че Мы еще Пока Сидим Так Что Успели Хотел Хотел Накидать Но Не Люблю Не Доводить Дело До Конца Поэтому Все Таки Решила На серебре Серебром И вот Здесь Давайте Еще Одну Я Сделаю Снежиночку Называется Дизайн 14 Февраля А мы Снежинки Лепим Девчонки Так Вот Нанесла Сейчас Поправлю Потому что Безлипкого Слоя Все Таки Не Такой Густой Отправляем В лампу На Просушку Зима Да Зима Не знаю Мне 14 Февраля Уже Ассоциируется Что Скоро 8 Марта И Мы Уже С вами Должны Получать Цветочки Девочки Любите Цветы Девчонки 5 секунд Попью Вы мне Скажите Цветы Любите Вообще Рисовать Или Принимать Цветы Живые На праздники Никому Жалко Не бывает Цветы Любите Да Обожаем Я одна Что ли Такая Занутая Наталья Наталья Спасибо Сверху Полу Растирочный Слой Никаким Не Слоем Большим Прям Промазываем И вот Внутри Наш Дизайн Начинает Сиять Надежда Вы меня Смешите Да Вот Очень удобно Серебряные Почему Именно с гирлаком Такое не будет Вот Девочки Кстати Вот То серебро Оно Вот по бокам Видите Что начинает Делать Здесь Еще Видны Прорезки А вот По бокам Он то ли Высыхает Начинает То ли Как Ветражи Вы можете Посмотреть На канале Наташа Черных Она Покупала Себе очень много Ветражей Там даже Белый и черный Есть ветраж Я с Алиэкспресс Не покупала Потому что у меня Ветражи Вот Брюска И вот Мисс Очень крутые Мисс Вообще Они шикарные Сейчас покажу Еще Так У меня их Три Так 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 Я один То ли Куда-то убрала Другую Стопочку Да По-моему Убрала Так Девушки Не найду Зелененький У меня Еще был Синий У них Очень крутые Ветражи На самом деле Потому что Они нереально Пигментированы Вот в один слой А вы посмотрите Сейчас на прозрачном Типсе Какой синий Девочки Это нереальный Просто Просто нереальный Ветраж Я не знаю У кого Такие Ветражи Есть Вот у меня Они точно Есть Вы посмотрите Он офигенский Номер 001 Что-то 130 Или 170 Не помню Девчонки Вы посмотрите Он Очень Красивый Вот Вблизи Сейчас Закрою Полэкран Он Сфокусируется Кристально Прозрачный Цвет Шикарный Синий Просто Шикарный Синий Вот Можно тоже Заполимеризовать Вот Диамант Немножко Не понравились Для меня Они не такие Плотноватые Где же у меня Третий То Я хотела Вам показать Так его Потерялся Немножко Куда-то Я его Убрала Девочки 003 Причем Сейчас Смотрю Даже Не найду У меня Еще Из Любимых Синих Но Не Витражей У Акеми Еще Вот Такой Цвет Синий Сейчас Сверху На этот Витраж Положу Кто Фанатеет По Синим Цветам Он Такой Как У Вога По-моему Популярный Синий Вот Один В один Цвет Камера Чуть-чуть С фиолетовым Отливом Передает Вам Если Нужно Акеми Номер 961 Вот Этот Синий 961 Потрясающий Цвет Да Мне Тоже Очень Нравился А Потом Я Нашла Ему Замену Вот Так Вот И Вот Наш Красный Витраж Мы Теперь Перекрываем Топом Довольно Так Жирненько Если Есть Возможность У Топа Выравнивающим Слоем Сделаться Либо Базой Я Не Хочу Мучиться С Этой Базой Я Сразу Топом Выравниваю Переворачиваю Центрирую Смотрю Чтобы Он У И Прям Сразу В Полимеризацию Его Замену Вок Заменила Акеми Я Когда Увидела Эту Палитру Я Попросила Сразу Говорю Хочу Девочки Мне Есть 961 Я Говорю Давайте И Вот До сих Пор Я Им Пользуюсь Очень У меня Было Много Фоток С Этим 961 Так Синенький У нас тут Тоже Просох Сейчас На нем Что-нибудь Тоже Придумаем Здесь Что мы Планировали Что мы Планировали Здесь Можно Побаловаться Синеньким 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 Под Кутик В Два Слоя Акеми Если Именно Акеми Что Такая Кисточка Жестковатая Не Заполимилизовала Акеми Я не Одна Не Напоминайте Наташ Мы Тут Как-то Опоясывающий У меня Сатурна Не Особо Получился Ага Прямо Угадали Акеми 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 Лампу И Все Наш Красный Высох Здесь Можно Дальше Что Мы Делали Это Один из Зимних Дизайнов Из того Вебинара Что Я Проходила У Юлианочки Дальше Девчонки Начинать Кропотливая Работа Кто Хочет Для Будущего Нового Года Такой Дизайн Скандинавский Никогда Не Вылет Из Моды Я Мучиться Сейчас Честно Не Буду Потому Что Не Хочу Это Очень Тонкая Работа Мы Теперь Берем И Тонкой Кистью Каждый Ромб Начинаем Обводить Вот Таким Способом Постоянно Снимаем Чтобы Не Было Никакой Капельки И Вот Так Обводим Таким Способом Каждый Ромб И Он Будет Выглядеть Еще В Два Раза Объемнее Сейчас Я Одну Снежинку Обрисую И Закину Заполимеризоваться Конечно Трудоемкая Работа Особенно Если Это Весь Ноготь В этих Снежинках С ума Сойти Все Это Конечно Это Тонкость Работы Это Очень Красиво Но На Это Нужно Время Если Оно У вас Есть Поработайте Сделайте Себе Такой Дизайн Он Очень Будет Красиво Смотреться Можно Сахаром Посыпать Любым Можно Песочком Посыпать Сахарным Причем Можно Акриловой Пудрой Вот Так Выглядит И Изнутри Они Переливаются Еще Более Красиво Отправлю Тоже В Лампу Так Нет У нас же Внутри Там Она Проходит Что Я Делаю Стоп Она Позади Планеты Проходит Я Хотела Обозначить Белую 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 Черным Обозначить Не особо Видно Все равно Будет У меня Гель-лак По-моему Надо было Кель-краской Начать Делать Поярче Стало Так Аэропуфом Говоришь Да Да Кто бы Еще Для Аэропуфа Красочки Ты Взял Сейчас Сделаем Нет Не буду Аэропуфом Я Ветражами Сделаю Так Серебро Ветраж Тоже Серебро Сейчас Уберу Блюскай Это Гель-лак И это Гель-лак Девочки Смотрите Какой у меня есть Гель-лак Блюскай Очень красиво Выглядит В-05 Кому Будет Интересно Смотрю Народ Убавляется Люди Вы куда Девочки Я тут Не пропадаю Я с вами Красная планета Растушевываем К серединке Создаем Объем Тонкой кисточкой Вмешиваем Цвет В топ Добавляем Прожилочки Разных цветов Но не перекрываем Белый цвет Просто добавляем Такого Холодного Сиреневого Оттенка Потому что Там же Колец Очень много Они Все У нас Движутся Движутся Ледяные Здесь у нас Будет Наша Голубая Планета Яркая Голубая Ой Классная Идея Про Сердечко Планету Да Классно Снизу Здесь Чуть-чуть Надо Подснять Цвет Ввести Берем Капельку Беленького И вмешиваем В нашу Землю Вот так Неровненько И Капельку Зелененького Сюда Сюда В лампу Ой Народу Неинтересно Стало 47 девочек У нас осталось В онлайне В планете Снизу Я оставила Просто Землю Там Там Земля У нас Здесь Сатурн У нас А здесь Земля Здесь Надо было Поострее Углы Чуть-чуть Мне сделать Такое ощущение Что мы смотрим На нее Вот таким Образом Поострее Чуть-чуть Надо было Сделать Ну Я была Не подготовлена Это Идеи От вас Идут Поэтому Я Экспериментирую Я не Планировала Сегодня Планеты С космосом Рисовать Уж Никак Ну Как идея Это Очень Интересная Экспромт Это Точно Так Сейчас Мы с вами Еще Стемпингом Сделаем Есть желание Еще посидеть Девчонки Кто Еще Спать Не Собирается Да Давайте Посидим У меня 21.02 На 9 часов У меня С Москвой Разница На час На час Больше Да Девочки Кстати Хотела Вам Сказать Давайте Сейчас Прям 10 Даже 5 минут Перерыва Делаем Я не выключаю Трансляцию Ни в коем случае Я просто Уйду из кадра Давайте Прям 5 минут Перерыва Всем Кто Чай Взять Кто Наперекур Вот У меня Просто Сейчас Я Кашляю У меня Реально Чувствую Что горло Мне надо Сгонять Чайку Себе Сейчас Сделать Чтобы я Пила А то Пью Холодную Минералку И прям Хрипит Горло Болит Чувствую Вот И дальше Займемся Стейпингом Согласны? Девочки Меня Поддержите Отпустите Меня Да Все Я не Выключаюсь Ни в коем Случа Так что Я буду Здесь Все Прям Ровно 5 минут И я К вам Возвращаюсь Редактор субтитров Продолжение следует 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 вчера у нас светилась в сердечках вот такие флуоресцентные штучки если выключить их у меня вспышка сейчас . уберу покажу они вот так в ночи светятся камешки такие вот штатив съехал сейчас я вас поправлю чтобы не было удобно его на в записи все есть вот эти штучки мы делали вот они светятся я брала розовые и желтенькие так оставлю черный белый гель-лак сейчас хроматике все свои уберу они мне больше не нужны на сегодня все это уберу сейчас все равно раскладываем раскладу когда гель-лаки вытаскиваешь все все путаются сейчас раскладываю и все по-разному сразу ставлю так коробка со стемпингом у меня рядом типсики пудрочку сейчас тоже уберу подальше красочки тоже нити не нужны гелочки черные сердечки порисовали и планеты порисовали планеты кстати прикольные получились такие тоже у нас сегодня войдут сейчас достану лаки я слава богу живу хорошо и про них не думаю и даже не буду думать это другие мастера у них свой подход что я могу сказать у меня другой подход а вы что про них думаете скажите мне мне вот было интересно бы узнать ваше мнение о этих мастерах когда-то смотрела как и все люди работают на свое дело занимаются своими делами продвигают свои работы что я могу сказать молодцы у них очень много трудолюбия я к сожалению давно за ними не слежу и ничего не могу об этом сказать можно буду толерантно в этом плане и вы не будете мне об этом спрашивать на девочки медведи конечно просто я показывала самые такие легкие варианты быстрые для мастеров сейчас девочки освобождаю немножко свой рабочий стол чтобы мне было комфортно здесь рисовать пока еще девочки стирки ставят тоже на перекурок я быстренько себе сделала сейчас антигриппин на сегодня у меня ой простите имя не помню девушки она я вчера сказал если хотите отмечайте меня в инстаграме по хэштегу я сегодня увидела отмеченные дизайн и очень было приятно посмотреть так медведя приклеить на у меня есть кстати медвежонок которого можно приклеить в слайдерах сейчас девочки типсы делаю типсики отклеиваете и свеженькие приклею чтобы стемпинг отпечатывать это точно девочки кстати нашла слайдер альбомы для слайдеров 167 что ли рублей стоит на джуме если надо напишите мне пожалуйста я вам ссылки скину сейчас пока потихонечку буду выкрашивать типсы сначала два сейчас выкрашу в белый цвет кстати вот удобно если в трансляции можно вот так взять пять минут для своих личных дел до а то есть я раньше не знала оказывается все такие девчонки вы отзывчивая надо да я оставлю потом да вот и я тоже с визитницы очень много видела девочка только ламиль то они реально только стоит а там можно пять альбомов прям сразу купить там будет 4 рублей 500 600 с чем-то и все туда просто забить я тоже пока себе в корзинку отложила так фокус черный с фокусом а да надежда спасибо что отметились так он заходил спасибо большое что нарисовать девочки мне очень приятно если вы рисуете по каким-то моим мк меня отмечаете потому что по-другому я же не могу увидеть а это вы для себя сделали и какие-то свои идейки так чем нравится джи дику кота что он практически без липкого слоя и так про стемпинг так стемпинг стемпинг вот мои кто не видел в одной из трансляций мои штампики и такой есть и самый самый простой работ у меня был по поводу по поводу карточек сейчас скажу тоже я их вытащила так еще документ нету так сначала поговорим о вот таких вот наших штампиках это был самый первый штампик резиновый жесткий и отпечатывает конут у кого конут кто мучаетесь купите вот эту резиновую фигню она отпечатывает конут простая резинка не силикоша ничего они были самые первые в самых первых наборах не пользуюсь лежит как ралитет у меня для памяти убираем тебя дальше девочки следующим следующим штампиком у меня был вот этот вот такая модель здесь по совету света соколовы по видео если помните если вы испоганили свой штампик жидкостью для снятия лака ацетоновой жидкостью да то он начинает мутнеть он у меня уже полностью помутнел это не за бафи не бафил я его здесь появились уже дырочки у меня со временем они портятся вот таким образом они скалываются вот у меня есть запасная подушечка но я ее не ставлю потому что если я делаю и работаю быстро то я беру этот штамп он отпечатывает вообще все он один из первых у меня работает он давно он весь покоцанный уже совсем покоцанный но нравится очень жесткая подушечка но что мне не подошло почему я променяла потому что по отношению к ноготку он подходит только вот полтора два ну полторы две единички нарученного ноготочка да то есть он не длинный допустим на тройку или полноценную двойку прям я могу либо не задеть боковые валики либо не задеть кутикулу либо не задеть свободный край и рисунок получается половинчатым маловат маловат конечно по сравнению вот с этим то есть без крышечек сейчас и без подушечек так вот разница между ними этот штамп я заменила вот этим но здесь почему-то очень быстро произошли вот такие вот у него дырки это в принципе не критично можно пользоваться этой стороной ну зачем себе отказывать удовольствие работать хорошо если у вас вот так штампик начал портиться да лежит конечно я иногда работаю на видео работаю чтобы не брать какие-то прям очень хорошие он тоже отпечатывает все никаких проблем у меня с ним не было я честно никогда не сталкивалась с проблемой что у меня не отпечатывает штампик что его нужно бафить что его нужно как-то там подготовить я просто его открываю не протираю ничем ничего и сразу начинаю им работать вот такие два у меня взаимозаменяемых практически одинаковых по качеству штампика вот донышко здесь есть не особо люблю с донышками я говорила потому что они царапаются и после этого через них очень плохо все видно поэтому мне нравится штампик вот от бьюти биг бена потому что он без донышка аля шурыгина на донышке следующий 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 штамп я купила потому что новый год и тут вот даже почему-то отпечаталась снежинка хотя я ее полностью стерла он очень мягкий как резиновый не силиконовый он резин очень мягенький вот он отпечатывает хорошо вот это вот молюська да вот чисто снежиночки надо было мелкие элементы вот это непонятная штука это знаете из чего Это, похоже, из тракторной подошвы для мужской обуви, потому что это очень жесткая, непрогинающаяся, практически, я вот сильно нажимаю, пальцем выгибается, чтобы на него, как его на ноготь отпечатывать, вот, мне больно, я не понимаю, как, он ужасный, он просто ужасный. Единственное, я убрала вот из-за этой штучки, потому что маленькие-маленькие детальки отпечатываем и сразу переносим, особенно, вот, мне было удобно со снежинками это делать, и, притом, видите, насколько пигментированные лаки от Николь Дарри я нанесла один раз, а отпечаток от пластины на нем так и остался снежинкой, хоть я его и протирала полностью, вот, он полностью чистенький все, а весь отпечаток остался, а муж такие едкие, фиг их знает, вот, очень. Я видела, что девочки покупают вот такие штампики, и они у них желейные, вот, как здесь, желешка, очень мягкие, я нарвалась, вот, слышно, прям, вот, ну, прям, резина, по нему постучать можно. Вот такой штампик, валяется теперь, если пригодится, то пригодится только вот эта плюмпочка мне. И он без каких-либо защитных колпачков, без всего, он даже без пленочки по покрытию был, он пришел вот так в голом виде, и у него был скребочек в виде черного такого колокольчика. Так, с этим штампиком решили. Следующий штампик у меня был Beauty Big Bang. Безумно нравится он тем, что нет дна. Он на прогал здесь пустой, вот здесь я говорила, я немного лаком его испортила, но не стираю, потому что боюсь, что помутнеет вот этот момент. Конечно, попытаюсь, наверное, сегодня это после трансляции почистить. Здесь он с крышечкой. Как обычно, как увеличительное стекло работает, подушечка. Она мягенькая и в то же время упругая. Особой липкости у нее какой-то нет. Но он забирает с любой пластины и переносит полностью. То есть, вот всего, чего он коснется, и всей поверхности ногтя, он все это оставит. На себя он не возьмет никакой ответственности. Он не возьмет на себя никакой остальной красочки. Спасибо большое, Наталья Нейлс. Очень приятно. Я никогда не покажу товар, которым я не буду, вернее, не буду пользоваться. У меня вот есть коврик, я рассказывала. Мне от Beauty Big Bang есть коврик. Но, когда он мне пришел, он потрясающий. Он на весь стол. Он большой. Он сантиметров 50, наверное. Очень классный коврик. На нем расписаны вот эти ноготочки. Надпись во все, во весь стол брендильный. Это Beauty Big Bang. Я начала на нем работать и хотела показать вам ревельсивный стемпинг. Как это работает, что это такое. Мне так хотелось вам показать, видео сесть и снять. Но когда я пролила ацетон, потому что у меня жидкость для снятия лака в моем городе, в ближайших магазинах, именно с ацетоном я не нашла. Я купила чистый ацетон и добавила в его один к одному в жидкость для снятия лака. В простую, без ацетоновую. Я его пролила. И, в общем, даже если мы и не пользуемся ацетоном, в общем, и спирт, и ацетон, и жидкость для снятия лака, вот эти все черные ноготки, вот эти все надписи, все постирал. Как я буду его вам показывать? Вот вы понимаете, я вот разверну вам, скажу, девчонки, извините, а стоит он 1000 рублей. Вы его купите, домой придет, вы будете радоваться, начнете что-то на нем делать, а надписи сотрутся. Все, хана моя репутация, зачем мне это? Я поэтому и говорю, что я никогда не покажу товар. Мне говорят, вот знаете, бывают комментарии, девчонки, из рода того, что вот недавний, не знаю, девочку, может быть, и смотрит меня, когда я рассказывала о наращивании верхними формами акрилом, я говорю, нужно перед покрытием гейлака обязательно забафить ноготок. Мне прилетает комментарий. А если не бафить, можно покрывать гейлаком? Вы знаете, можно и на голове ходить, можно делать все, что угодно, но только получится ли это у вас? И в рамках закона, да, как говорится. Если я говорю, что нужно акрил обязательно забафить, то забавьте, потому что не все гейлаки могут носиться на акриловых ногтях без, на гладкой поверхности. Вот, поэтому, девочки, если говорю, пожалуйста, заслышьте меня, я не говорю именно того, что не должно работать, я говорю то, что будет работать у вас точно. И если что-то не получается, пишите, в соцсетях я стараюсь, конечно, отвечать, на вас становится больше, немножко тяжеловато становится, конечно, везде успеть. И вот последнее мое приобретение. Пришло за две недели у этого продавца мне. У меня подруга купила через соседний дом, тоже мастер маникюром. У нее пришло через три недели, она говорит, чуть быстро, не знаю, что за посылка пришла, пошла забрала, а у нее оказался этот штампик. Вот. И я себе заказала следом такой же. Сначала, конечно, ссылку ей дала, потом сама заказала. Здесь липнет и очень медленно возвращается вверх. Посмотрите, вот его прогинаешь. Видите, какой он? Очень. Я не знаю. Мне иногда хочется его прям к лицу поднести. Я понимаю, почему пошел вот этот силиспонж, когда тоналку разносится, наносится на лицо с силиконовым спонжиком вместо разных бьюти-блендеров. Вот я вот его трогаю. Знаете, вот эта залипалка. Его хочется вот трогать и трогать и трогать. Нравится мне он. Дальше. Его, конечно, можно снять, чтобы было видно, без проблем. И так же, как бьюти-бик-беном, можно отпечатывать спокойненько все на ноготочек. Я его еще не тестировала. Сейчас будем вместе с вами его тестировать, девочки. Вот. Здесь желейка. Вот такая липкая. Смотрите. Но она не оставляет липких следов, влажных следов, как лизуны, а похожа на лизуну, только на жесткий лизун. Ну, довольно-таки такие жесткие, плотные, да. Но вот... Вот такая вот прелесть. Я обожаю лизунов. Хоть я и взрослый человек, но мне нравятся такие тактильные ощущения, когда вот трогаешь именно вот такую субстанцию. Вот. Очень прикольные. Здесь, девочки, все запаяно. Вот поэтому я взяла этот штамп, что именно вот эта же лешечка... Смотрите. Она так... Обожаю ее. Здесь все запаяно, закрыто, поэтому ваши кристальки не прилипнут никуда, ни к этой желешке, ничего с ними не станет. Вот она такая мягенькая, очень мягкая. Ее сюда аккуратненько сейчас мы уложим, как она и была. Во все боковушечки, чтобы она здесь у нас улеглась. Здесь у меня рядом всегда находится скотч, который я вытираю. Вы посмотрите. Вот. Вот представляете, какая плотность? Он прилипает. Прям вот прилипает. Сам даже. А липкой к липкой поверхности вообще адово прилипает. Ну, сейчас, в общем, проверим его. Посмотрим, что да как будет. Ой, чтобы штампы не проваливались. Их нужно правильно вставить. А, отлипни. Пока от меня отлипни. Дай-ка я тебя закрою. Интересно, он закроется? Или не закроется? Девчонки, сейчас я гляну. Интересно, он закроется? Не, не закрывается. Вот эта верхняя крышечка, этой крышечки, не закроется. Интересно, а эти? А эти маловато. Нет, не подходит. Когда вытаскиваем его, у нас здесь есть ограничитель. Вот он. Вот этот ограничитель. И именно в него нужно вставлять сам штамп. То есть, вот. Я его вот так проминаю, и он сам встает на свое место. И только после этого он не будет никуда проваливаться. Если этого не сделать, и будет где-то зазор, то он обязательно, при том, как вы на него надавите, он у вас продавится внутрь. Как бы его, чтобы не испортить сейчас чем-нибудь мягким. Например, вот кистью. Смотрите. Насколько я его внутрь. И с ним ничего не происходит. Ну вот, видите. Видимо, из-за того, что маловато ограничитель, конечно, должен быть по шиле такой. Какой посоветую для новичка. Возьмите либо вот такой. Именно вот одинаковый, как у меня. С прозрачной. С прозрачной подложкой. С этой. С держателем. Вот такой Beauty Big Bang называется. Я могу ссылочку вам дать. Либо вот такой двойной штампик желе. Но отзыв у него хороший. Но сейчас с вами посмотрим, что он из себя представляет. Так, девочки. По поводу карт. Скребочков. Многие не понимают, что, как выбрать. Здесь у меня есть такие официальные. Отсюда, отсюда. Вот. Обыкновенно две карты. Одна связная, другая. Лидер у меня. Это скидка на такси. И остальные вот отсюда. Вот такая жесткая. Просто матовая. Ужасно жесткая, как пластиковая карта. Не годится. Вот эта мягкая вроде бы. Но по мне все равно жестковата. Вот эта вообще пластик не гнется. Просто не гнется. И сейчас у меня две вот такие вот. Два скребочка от Born Pretty. И Beauty Big Bang. И вот они одинаковые. Они мягкие и гнутся. Для чего они должны быть? Сейчас покажу, почему я не применяю карту. Вернее, раньше применяла, а сейчас нет. Взять любую нашу пластиночку. Снимать нужно не вот так 90 градусами, а вот так. И я в этот момент пластиночку свою прогибаю и как бы промазываю. Понимаете? Не просто вот так вертикально снимаю. Здесь бывает неровная гравировка. И у вас останутся полосы. Именно от некачественной карточки. И вы эти полосы вместе с рисунком, сколько бы вот ни ерзали, вы не снимете. Они все равно останутся. Поэтому я применяю именно вот такую карту. Она даже вот немножко изогнута у меня. Потому что я беру ее вот таким образом и промазывая снимаю. Очень мягко и аккуратно. Нет, вы знаете, я на сколько раз видела берут и даваю вот это вот постоянно делать. Так что... Так, вижу плохое соединение, девчонки. Вижу, начинает хромать моя связь. Хроматиком? Нет, Стеф, не буду делать это. Потому что хроматик это лак. Он очень сильно едкий. Он проест мне любой штампик. И мне здесь... У меня есть видео, если вы хотите посмотреть. Стемпинг пигментами. Есть видео, посмотрите. И там я подробно объясняю, как можно делать. Мы зависли, девочки, да? Девочки, мы зависли, мы идем дальше. Комментариев не вижу, девчонки. Девочки, я вижу, пошли, да? Пошло, ага, вижу, вижу. Так. Вот такие начинаются веселые виражи у нас со связью. Немножко пока лежали два типса, у нас склеились. Но ничего страшного нам для образцов. Это не страшно. Итак, давайте возьмем сейчас, найдем что-нибудь для 14 февраля. Девочки, честно, для 14 февраля какие-то вот эти романтические... Так, Наталья, можно ссылку вам прислать. Ссылочка на видео, где будет глянется. И вам может сделать так, у меня опаснее. Также остаются полосы, если вы сейчас сказали. Ага, хорошо, присылайте. Так, из железных, из металла, вот такие романтические могут такие розочки смотреться. Здесь вот, смотрите, парочка влюбленных. Отложим. Здесь цветы, узоры, узоры с морскими, цветы. А здесь у нас такие надписи. Вот самый любимый узор моих клиентов, вот этот. Так, здесь обои. Розы оставим тоже. Здесь у нас тоже какие-то обои. И здесь цветы. Так, с этих пластин здесь у меня больше ничего нет. Кстати, я некоторые пластинки, знаете, куда я переместила? Они у меня вот таким образом лежат. У меня из подлюбимого швейцарского шоколада, бутчерон лежит, вот такая упаковка металлическая. И я туда их складываю. Кстати, прикольно на шоколадках, на всех вот такой плюсик, типа, добавь энергии в свой организм. Вот так сложила я металлические пластины. Потому что они очень тяжелые. Они вечно вылетают именно из вот таких вот упаковок. Здесь у меня где-то были поцелуйчики, девочки. Вот на таких пластинах. Здесь вот у нас сердечки, но они очень узенькие. Возьмем их. Сейчас вместе с вами рассмотрим. Так, бабочки. И такие узоры. Пластинки сами отконут я не пробовала. Ничего не могу сказать. Сейчас вместе с вами найдем эти поцелуйчики. Красненьким. Я думаю, будет прикольно. Вот они. Вот они губки. Так, до конца еще посмотрю. Может быть здесь еще есть романтическая тема. Ну, что-то типа церкви здесь. Вязаный, вязаный. Прям клубочек с ниточками. Так, здесь большой поцелуй секси написано. Колечко, усы, губки. Дамочка. Так, оставим. Это нет. Я не думала, что у меня есть что-то с романтической темой, честно. Я потому что не романтик, я прагматик. И для меня такая тема совершенно не подходит. Нет, здесь нету. А здесь текстуры. Здесь у меня такие кружева, что ли. Цветочки. Здесь хищные. Хищные, хищные. Здесь вот один классный узор. Мне он очень нравится. Из тех пластиковых пластин точно у меня нет ничего романтического. Давайте, наверное, попробуем силуэт. Силуэт давайте сделаем черный на белом. Попробуем сначала вот эту верхушечку. Так, не приготовила спонжики. Сейчас спонжики подготовлю. Один спонжик я всегда мочу спиртовой жидкостью, чтобы вытирать свой штампик. Чтобы снять и вытереть. Вот, смотрите, не до конца пропечатала. Столи мало положила лака. Сейчас снимем. И еще раз. Хотя портрет Мерлин Монро вообще идеально. А здесь вот непонятно. Давайте-ка обезжирим. Дальше обязательно сухой протираю, чтобы спиртовое ничего у нас не оставалось. Девочки, немножко вот так сдвину я вас. Опять снимем. Вот, сильно надавила. Тут, по-моему, что-то с гравировкой. Смотрите. Я снимаю, и получается, что у нас прогалы. Интересно. Кстати, я ни разу не пробовала его. Именно. Так. Давайте красным попробуем. Может быть, красочка. Другая должна быть. А тут у меня и получается. Только вам сейчас сказала. А у меня здесь полосы ты у самой получаются. У-у-у. Косячные. Я ни разу вообще не пробовала эту стемпинг-пластину. Вообще ни разу. Представляете, сколько она у меня есть. Ни одного раза не попробовала. Ну-ка, а портретик. И тоже. Тоже неровная гравировка. Смотрите. Тут, конечно, лучше снять, чтобы видеть. Ну, в принципе, оригинальный, конечно. Ну, да. Конечно, лицо. Моей любимой Мерли. Я ведь покупала именно из-за нее. Что вы представляете? Бывает же. Сейчас, девочки, наберу жидкость для снятия лака. Вот это, да. Я покупала-то. Именно из-за нее. Сейчас хорошо этим обезжирю. И зефиркой с вами попробуем. Сейчас все запорчу. Все-все-все-все-все, что могу. Чтобы не было грязи. Так. Убираем. И давайте зефирку попробуем тогда. Чистый спонж. Насухо вытираем. Да. Я давно очень железными же не пользуюсь. Думаю, кто следит за моим каналом, тот, в принципе, знает, что я давно уже перешла на другие фирмы. А это вот как-то у меня... Совершенно забытые пластины. Да? Ну-ка, зефирочка, покажи. Нет, девочки, это... Это пластина. Гравировка у пластины. Да-да-да. Очень жаль, что выяснилось. Все идеально со штампиком сходит. Ну, значит, не судьба нам с этой пластиной сегодня. Будем пробовать дальше. Мы же не отчаиваемся. Мы же не отчаянные. Так. Давайте сделаем. В романтику у нас входит... Может быть, сеть не работала. Я отвечала про хроматик, что я хром-гель-лаком этого не буду делать. Хром-гель-лак очень сильно разъест мне штампик. Он очень такой... Ну, как сказать. Розы. Розы, розы, розы. Единственное, что, девочки, здесь не подглядеть, как подставить. Только вот сбоку. Полностью передал. Не, не делайте ни в коем случае. Если у вас будет хром-гель-лак хотя бы один либо в магазине, вы его попробуйте. Просто понюхать хотя бы. И вы поймете, о чем я говорила вам. Они очень едкие. Зефирка здесь идеально сработала. Так. Что со светом? Где свет? Смотрите, какие красивые розы. Отправим в лампу. Так. Зефирку очищаем. Делаю это медленно, потому что она очень сильно прилипает, девочки. Проверевка глубокая. Прямо ее даже слышно, как я стираю. Так, давайте. Ой, давайте вот эти цветы, другое попробуем. Конечно, много зависит. Да и от пластин зависит. И от штампика зависит. Идеально перенеслось, девочки. Это была пластина все-таки. Да, допустим. Найсколь сейчас. Вот таким образом отпечатать. Отлично. Штампик отдает отлично. Просто отлично. Вот здесь мы его не оставим, этот рисунок. Я его сотру. Так, очищаем. На Николь дали. У меня сейчас Николь дали. Мы на ней пробуем, на этой краске. Так. Где у меня остальные пластины? Думаю, поцелуйчики все-таки нужно красной красочкой. Вот с этими пластиночками. Это пластинка номер OMD08. Был очень долгий обзор. И, конечно, все-таки вы были правы, многие, кто говорили, что у нее очень глубокая гравировка. Очень глубокая. Вот именно с этой пластины я по пять раз шкрябаю. Потому что здесь очень долго снимать. Вот видите? Все осталось. Опять снимаю и убираю. И потом наискось. Так, что? Сначала зефирку. И ни черта. Сняла, что ли, много? Так. Наношу опять. Я частенько не снимаю. Вот прям много с края. Ну, как вот это оставить? У меня отпечатываются губки, девочки. Вот сто лет я не касалась этих пластин. Еще б столько и не касалась, как говорится. В итоге я прихожу к выводу, что на самом деле у меня хорошие пластины только некоторые круглые. Новые пластины от... Сейчас скажу, от Beauty Big Ben. У меня классные пластины. И Born Pretty. Вот это то, что последние пластины. Эти давно купила. Вот эти работают точно. Давайте протестируем, что у меня с этими пластинами. Вы не против, девочки, посмотреть, насколько косячные мои пластины? А в ответ тишина. Музыка закончилась. А, нет. Музыка есть. Угу. Так, давайте здесь опять пробую красным. Тут надпись Sexy. Я делала это раньше лапами. Сейчас я достала и переверну их, потому что они заканчиваются. Пусть стекут. Так. Надпись Sexy отлично получается. Только она крупная. Ее нужно располагать как-то вот так вот в бок. Красочка уже стала подсыхать. Спасибо большое, девочки. Просто еще же не выходные. Все работают. Вдруг кто-то уже сильно устал. Я думаю, кто устал, тот уйдет сам. Не будет нам сообщать. Так. С этой нормально все. Так. Так, жидкость надо поближе поставить. А то я все тянусь непонятно куда через весь экран вместе с вами. Сейчас сотру стипсы. 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 Так. Здесь у нас... А, это какая разница? На все нанесу вот сюда вот так. Вот я его размазюкаю. Чтоб все прям отпечаталось. Вот уж приходится, конечно. Отлипни. Ну вот, отлично. Как и раньше было. Дамочка прикольная очень. Такая открячившая попу. Идет с собачкой. Как-то она без ног у меня. Шарики сердечками. Мы вчера делали. Да, мы вчера делали бы. Что, девчонки? Вот так вы имеете ввиду. Я вчера делала шарики сердечками. Это из вчерашней трансляции у нас. Сегодня у нас подзатянулось. Пять стипсов брала. Так, я ничего оттирать не буду. Это я все потом уже без вас. Чтобы вас не задерживать. Ох ты какая. Я молодец, да? Я большая молодец. Так. Очищаем штамп. Почистили. Так, где мои пластинки? Так, начнем. Давайте будем брать разные что ли цвета. Сейчас пооткрываю. Золото, серебро. Как раз сейчас с вами. Проверим. Так, золотом. Буду наносить хаотично. Где-то так вот в середину. Чтобы захватить несколько сразу рисунков. И понять. Вот видите, идеально стерлась, девочки. Ничего не осталось. Вероятно, это была пластина. Шикардос. Все отлично перевелось. Так. Рабочая. Убираем в другую сторонку. Здесь серебром возьмем. Здесь максимально, что вот это мне нравится. Остальные они вообще никакие. Так. Не убрала. Это все Николь Дарри. Все эти лаки Николь Дарри. Отлично перевелся. Очищаем. Рабочая. Убираем. По-моему, вот эта пластинка была нерабочая еще в прошлый раз. Здесь вот обои мне нравятся. Здесь, наверное, вот как-то вот так я промажу, чтобы захватить сразу большую часть и тех, и тех. Давайте тоже. Все обои отпечатались. Отлично. Отлично. Очищаю. Рабочая. Вот эта, по-моему, была косячная. Давайте я ее черненькой, чтобы видеть лучше было. В прошлый раз она у меня не отпечаталась. Ну-ка, с зефиркой она возьмется. Ммм. И в этот раз даже с зефиркой не берется. Она выкидет ее. Нечего ее держать. Я это еще помню, она была у меня косячная. Я ее все-таки оставила. Думаю, ну, наверное, краска не такая. Ну, как обычно мы думаем, да? Потом все повыкидываем, все, что нам не надо. А, оказывается, просто у нас пластина была косячная. Был такой, девочки, у вас? У меня частенько. Так, фэшн из моей профэшн. Давайте сделаем красным. Тоже большую часть сейчас захватим. Почему не делаю все с зефиркой? Потому что зефирка идеально отпечатает все. Да? Если пластинка хорошая. С одного раза снимается. Так. Все ли кошей? Не взялась. Снимаем. Так, девочки, все грязь. Сейчас я уберу новые салфеточки. Убрали. И чистенькой. Так, может быть, краска. Давайте черную Т возьму. Раньше я ее любила. Ей пользовался. Она уже тут на исходе, на закате просто. Помирает в остатках. Возьмет ли зефирка? Скудненько, но взяла. Так, очистим и то, и то. Девочки, пять секунд сейчас. Не могу смотреть уже на свои перчатки страшные. Вам их показывать. Сейчас переодену. Быстренько. А вы же знаете, кто мастера, девчонки? Как это быстренько? Поменять перчатки на влажные руки. Это очень быстренько. Девочки, кстати, работаете в перчатках, нет? Ой, за звуки извиняюсь. Натягиваю. Иначе потом ногти придется отмывать. Как найти клиентов? Подружек нет. Я недавно переехала. Срафанное радио. Только срафанное радио. Поможет вам сначала найти клиентов. Во-первых, если вы делаете хорошо работу свою. Дальше впечатка, да? Если вы делаете хорошо работу свою, сделайте акцию. Пусть девочки приходят. Девчонки, одну руку оставлю пока без всего. У меня здесь рука нормальная. Здесь просто я буду все снимать, да? Сделайте акцию. Недорого. Сделайте свою работу. Если вы мастер, если у вас очень хорошо все получается, то срафанное радио не заставит себя ждать. Понемножку клиент придет. Так. Я дам еще один шанс этой заразе. Так. Давай белым. Белый у Николь Дарьи чуть-чуть пожиже, чем остальные. И посмотрим. Насколько ты сволочуга. Насколько ты нормальная пластина. Вот чуть пожиже красочка. И все сразу взялось. Плюс даже про прошлый черный цвет. Вот так. Такие вот дела, девчонки, бывают с красками. Надо бывает где-то погуще, где-то пожиже. Ну, в сравнении, конечно, белая и красная. Сейчас одинаково возьму флакончики, чтобы показать. То есть здесь тянется. А здесь вот сразу сошла. Даже можно видеть, как расфигачила кисточку красную и какая ровненькая белая. То есть красный гуще. То есть, соответственно, и засыхает он быстрее. Так. Это у нас рабочая. Да. Ой, люблю я вот эти узоры. Безумно. Просто безумно. Безумно красным. Давайте сделаем вместе с цветком. С частью цветка захватим. Так. Немножко снесла там, где не нужно было. Так. Видите, чем гуще лак, тем быстрее он высыхает. Работать нужно быстрее здесь. А не сидеть, люпаться с лаком. Так. Очищаем. Если взять беленький, на это же место, без всяких смываний, без всего. И даже красный вытащил. Видно? Для этих пластин у меня раньше был только лак Т, потому что он жиденький. А вот для всех остальных у меня идеально подходит Николь Дайри. А здесь, вот видите, нужно пожижить лак. Так. Убираем. Следующая пластинка у нас. Так. Немножко я ее сейчас почищу. Оно там что-то черненькое у меня в черном лаке. Серебро. Скребочек-скребочек ногтями. Да, золото-серебро очень крутые. Так. Прямо как литье. Очень классно. Так. Почищу штампики. Я почему иногда оставляю красочку на штампиках? Чтобы она подсохла. Она так снимается лучше. Настолько липкий, он у себя забирает обратно. Представляете, с самого скотча. Скотча с виски. Угу. Так. Здесь у нас проверим черным кружева. С ними проблем не было никогда. Они все отпечатывались. Убираем. Рабочие. Вот этот мне никогда не нравился. Я не понимаю, кому из клиентов вот этот понравится. Я купила его в сборной солянке. Цветочки, может быть, золотом. Вот эти. Тоже глубокая гравировка. Прямо приходится промазывать. Отлично отпечатываются цветочки. И я теперь в цветочках. Так. Рабочая пластинка. Вот эта очень красивая. На черном. Дайте-ка я сейчас сделаю типсик. Черный один. Один типс сейчас черным сделаю. И на нем золото. Очень красивый цветок будет. Да. Я согласна про Коннад. Тоже стоял, пока рука не дрогнула выкинуть его. Надоел своим видом уже. Раньше же они были монополисты. Больше же никого не было. И только Коннадом все и пользовались. Поэтому у него такая слава была. Ух ты, простите, девочки, за звук, пожалуйста. У меня очень далеко отлетел гириллак. Упал. И из-за того, что они монополисты, только Коннадом и пользовались. А теперь-то. Какой выбор гириллаков? Это пластиночка. Кому может быть интересно. JQ64. Вы на Алиэкспрессе можете просто вот такие номера вбивать. И он будет вам выдавать. Сейчас лачок высохнет. И мы золотишком вот эти вот красивые цветы печатаем. Сейчас очищу пластину. Очищается. Там черные остаются в прогалах. В самом рисунке. Ну и заодно свое золото сниму. Это знаете, как взяли влажную салфетку, вытерли руки, помыли немножко машинку внутри. Да? Так и я. А и заодно. Так, высохло у нас черное. И так, вот эту часть. Зипсик длинный. Зефиркой, не зефиркой. Эти. И нефиг сидеть, надо отпечатывать. Иначе все застынет. Смотрите. Сейчас перекрою топом. Все. Следующий маникюр мы делаем черный с золотым стемпингом. Красота вообще. Само в себе золото еще так переливается. Так. У нас осталась одна пластина из тех, которые у меня не работали. Сейчас. Так. Давайте же еще и проверим нашей зефиркой. Ну, она все отпечатывает. Если нормальная пластина, то отпечатывает она все. Она прям вот прилипает просто. Отлично. Сейчас очищу. Да, на нее, конечно, все сильно липнет. Все-все-все прилипает. Да-да-да. Есть такое. Вот эти вот цветочки очень красиво. Знаете, девочки, на чем смотрятся? Вот почему Наташа-то не купила себе черные типсы? Никто мне не скажет, почему Наташа не купила черные типсы. Сейчас сделаю дизайн. Чуть-чуть видоизмененный, который покорил в свое время именно эту пластину. У меня просили ссылки всю. В Северной. Ничего особого в пластине. Да, простенько смотрится. Ну, когда я переводишь эти цветочки, они смотрятся очень красиво. Так, мне нужен-нужен кошачий глаз. Возьму вот такой кошачий глаз, двойной блик. Так, что-то со светом у меня, девочки, совсем меня есть сегодня. Ага. Вот так света больше. Сейчас быстренько. Сделаем. Сейчас он просыхает у нас. Или сделать... Девочки, просто есть оригинал этого дизайна с серебряным бликом. И палитры под рукой нету. Ну, вот где серебряный блик у меня, так, 131. Кстати, один из плотнейших тоже черных гель-лаков, который у меня был, это номер 131, черный, ТНЛ. Очень плотный черный гель-лак, девочки. Тоже посоветую. И Снежная королева, по-моему, он называется. Это белый у ТНЛ. Так. Вот, кажется, я его нашла. Да, сделаем сейчас именно как был в оригинале, без двойных кошачьих бликов. Как он был, так и покажу сейчас. Вас, может, не впечатлит совсем. Не знаю. Сейчас на черный наносим кошачий глаз. Серо-серебряный, даже серо-коричневый. Так, излишки снимаю. Это снять очень тяжело. Они очень сильно скрепляются вместе. Так. Делаем блик. Блик сделали. Отправляем в лампу. На 30 секунд этого будет достаточно. И белым лаком. Сейчас будем делать стемпинг. Перед этим я сниму, конечно, липкость. С кошачьего глаза. Такая тишина. Такое молчание. До. Это вот эта? Если эта пластина. Джей-Кью-64. Джей-Кью-64. Так. Кошачий глаз просох. Снимаю с него липкость. Иначе стемпинг поедет. Не знаю, почему этот стемпинг был так популярен. Но именно вот этот рисунок мои девчонки просто обожали. Именно на сером кошачьем глазе. Так. Вот. Такой рисунок. Сейчас я его отпечатаю на наш лошадиный типс. Получилось вот так. И сейчас перекрою топом. Вот таким образом. Это почему-то в сочетании, когда я это сделала, оказался самым популярным стемпингом. И вот таким дизайном у меня в 2016-м, девочки. У меня очень многое сделали кошачий глаз. Именно вот с этим белым стемпингом. Не знаю, почему. Но вот сочетание именно в таком. Вот так. Очень прикольно смотрелось. Отправим в лампу. Ой, не прилипай, пожалуйста. Чипсы слиплись. Так. Снимаем все с нашего стемпинга. Девочки, кому интересно посмотреть стемпинг пигментами, а не красочками. Кто видел стемпинг пигментами? Могу повторить свое прошлое видео. Может быть, кто не видел. Да, вероятно, многие не видели. Да, 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 да. Все, вижу, сейчас досушиваются наши дизайны. И, наверное, стемпинг пигментами сегодня будет уже последнее у нас, девочки. Потому что уже 3.12 до 3.30 еще посидим. Вот здесь мы протестировали мои пластины. Спасибо, что вы это сделали со мной. И здесь стемпингом я оставила вот несколько этих дизайнов. Вроде бы классика. Не, 3.12 мы сидим уже. 3 часа 12 минут, девочки. Ну, грубо говоря, еще 12 минут я отпрашивалась. В общем, вот такие я оставила дизайны. Время у меня 15 минут 11. Так, убираем. Так, так, так. Так, один типс белый вижу. В общем, девчонки, стемпинг работает. Сами видели. Если пластина Г, то и, конечно, зефирка ей не поможет. Но отпечатывает и зефирка, и верхняя силикоша одинаково. Очень хорошо. Я реально ими довольна. Убираю мою прелесть в коробочку. Я же говорю, купила ради того, чтобы купить. И теперь она у меня будет отдыхать. Так, убрали. Девочки, хотите, кое-что покажу? Прикиньте, у меня сколько слайдов дизайнов от Бутик Нейлс. Вы представляете? Хотела их, девчонки, разыграть. И с удовольствием разыграла бы, если бы не одно но. И это одно но, не скажу, что именно лично вы, но сами, сами мои зрители. Почему я это не делаю? После одного из очередных конкурсов посыпались вопросы о том, можно было сделать и, как она сказала, это не одна девочка написала, можно было бы сделать какую-то типа помощь, если я не выиграла, то могли бы и мне что-нибудь прислать, почему только победителю, почему победителей всего три, я тоже хочу, я тоже делала репосты. девочки без обид, я знаю, многие блогеры что-то там разыгрывают, я этого делать больше не буду. Может быть, не то, что вот больше не буду, но на данном этапе, на этом количестве зрителей, пока у нас 10 с лишним тысяч, я делать это не буду. Может быть, на 20 я уже сделаю. Вот, и, конечно, не просто там какие-то слайдер дизайны, сделаю, конечно, какой-нибудь красивый, классный набор, вот, хороших фирм, я обязательно его разыграю, но в данный момент пока не буду, потому что меня спрашивали, ой, у тебя 10 тысяч, а ты не делаешь никакие розыгрыши, что мы ждем, ну, типа, подписались, знаете, ради того, чтобы только в розыгрыш поучаствовать. Я думаю, мой канал нравится, конечно, обидно, не хочется таких людей держать рядом, пусть идут с миром, конечно, но вот именно по таким причинам хотелось бы вам рассказать, почему я и не делаю никакие розыгрыши, вот, и надеюсь на ваше понимание. Так, в данный момент я высказалась, хочу достать свои пигментики, сейчас пигментики достанем, и нужны нам черные типсы, у меня их нет в данный момент, они у меня только едут, пигменты я храню вот в такой коробке, вот здесь они у меня все, и давайте же приступим к выкрашиванию, девочки, наверное, сейчас я буду работать на простых типсах, потому что я, у меня закончились те овальные, представляете, у меня закончились штамп, 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 он, по-моему, никак не называется, я ссылку в мою группу скину, на этот штамп, сейчас после трансляции, она загрузится, я отдохну прям полчаса, и скину обязательно, так, давайте будем делать на этих, сделаем три типсика, три разных пигмента, управляем в лампу, я сушу 30 секунд, чтобы оставался небольшой липкий слой, липкий слой для стемпинга пигментами должен быть обязательно, на штампе к соли, да, у нас Али как соседний магазин, где была, да, на Али, на, девчонки, так, первый типс у меня, все, готов, сейчас возьму, стемпинг, пластины, от, бьюти, Биг Бена, так, у меня здесь так, очень много от Хэллоуина здесь, ой, все посыпалось, пожалуйста, не разливайся, вот таким образом, сейчас, так, вот эту пластиночку возьму, где-то у меня здесь вязанный был зимний маникюр, так, нет, паучинка здесь, здесь тоже Хэллоуин пока, на следующий год, ой, у меня этих пластин Хэллоуина теперь, я заказала к этому году, и не успела, здесь точно должна быть, ну, конечно же, было бы нелогично, это все пока убираю, так, сейчас я выберу, сначала пигмент, пигмент должен быть ярким, первый пигмент также, у меня один от, сейчас покажу, здесь у меня склейка пигментов лежит, здесь номер 10, здесь, это все Дэнс Легенд, покупала я их, изначально, когда они были самыми дорогими, вот эта баночка стоила 750 маленькая, вот одна маленькая баночка, я их купила, сразу две, два серебра, две голографии, одну подарила, и одно, как называлось, золото, но это не золото, это какая-то горчица, прям вообще, так, девочки, свет у меня немножко, что-то, сейчас подправлю, все, свет отлично, так, берем кисть, кисть должна быть жесткая, сейчас, спонжики, сразу оговариваюсь, не подойдут, у меня кисточки для пигментов, их ты, вот такие, и дальше, возьму штампик, от Бьюти Биг Бена, пластиночка, липкие типсы, и набираем пигментик, дело это будет грязное, сразу говорю, делайте все на коврике, и вот таким образом, я пигмент, как бы, забиваю сюда, убрали в сторону, берем скребочек, и снимаем, здесь нужно снимать, несколько раз, чтобы именно в пространствах, у нас не осталось пигмента, вот я вижу, что более-менее уже чисто, отпечатываю, так, маломальски видно, сейчас я перенесу, и вы увидите, и вот пигмент перенесся, сейчас, перекрываю топом, сразу без липкости, в три движения, и отправляю в лампу, почему быстро, чтобы у нас, не разъехался пигмент, дальше, сейчас возьму, серебро, от денсиков, так, типсик, отстанет меня, так, возьму, принт, коровки, этот пигмент, можно использовать, конечно, не один раз, мне кажется, слишком большие здесь промежутки, ну-ка, я сейчас посмотрю, так ли это, либо не так, мне кажется, слишком большие промежутки, он должен втоптаться, прям, пигмент, к этому новому коврику, все прилипает, очень тяжело снять, да, слишком большие там, у нас, отверстия, так, сейчас почищу, а где, а где ты, а вот он, у нас на нем ничего не осталось, и прикладываем, и отпечатываем, и вот здесь я вижу, что плохо снято, либо штампик так берет, даже сегодня вот, издевается надо мной практически, так, этот штамп давай, этот штампик открываем, я же тебе не успокоюсь, пока я не сделаю, как надо, сейчас перенесу, и будет видно уже, ну, сплошняком, то ли пластина подводит, то ли что, сейчас покажу, на старой пластине, девочки, на той же, на которой сейчас я вам показывала, вот на этой пластиночке, сейчас опять, черным гель-лаком, на 30 секунд, лампу, все в серебре у меня, все в серебре у меня, так, сейчас очищаю свой штампик, там уже места для очищения, это не осталось, я не понимаю, почему так, что за ужас происходит у меня, хотя, очень оригинальный дизайн получился, но не видно, девочки, я не знаю, почему, почему это происходит, так, движемся дальше, я не успокоюсь, все равно, со мной бесполезно это, я возьму другой пигмент, и сейчас посмотрю, может быть проблема, с пигментом, может быть он должен быть, как мука, наоборот, а не как частички, чипсик, этот высох, мне нужен чистый, девочки, я же раньше спокойно делала, с темпинг пигментами, что сейчас могло измениться, они же не могут работать к два года, а потом год брать и не работать, может быть потому, что у меня другой, это, сейчас, 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 штампик другой, может быть этим, которым я и брала, штампик, девочки, смотрите, штампик, этим штампиком, именно и взялось, нет, девочки, ни я косорукой, ни фаза луны, штампик не подходит, размазывает штамп, этим штампиком, вот этим, вторым, которым я перенесла, вот им идеально перенеслось, да, крутяк, только вот почему у меня так сегодня хромают эти штампы, вот так у девчонки и проверяется все, сейчас клейку ленту новую возьму, сейчас почищу все, столько пигмента набрать, где-то вообще, так, эти штампики, бьюти биг бен убрала, желешку сейчас убрала, и попробую другим пигментом, но этим штампом, так, сейчас чистый диск возьму, девочки, извиняюсь, тут грязь я развела, я все понимаю прекрасно, сейчас закрою пигментик, он просто сыпется очень сильно, но он классный, так, давай опять новый типс сделаем, ой, какая я красивая все в пигментах, часа два буду, наверное, отмываться, от всех блестючек, на 30 секунд ставим, так, здесь чуть-чуть не дочистила, серебро, вбиваю в наш рисунок, и опять беру вот этот 4-х сантиметровый штамп, один мой из первых, я сегодня рассказывала об этом, не так хорошо я счистила, но все равно рисунок, в принципе, видим, и отличается, вот так выглядит, перекрываем топом, в 3 легких движения, чтобы не размазать, отправляем в лампу, да, сейчас с пигментами у меня, тем более, будет все размазано здесь, так, девочки, так, типс запорола, он весь у меня в волосках от ватного диска, где у меня чистенький, еще один, сейчас золото, ух ты, золото возьму, золотое, так, на 30 секунд, сейчас закрою правильно, то есть они закрыты, они все, да, мы уже долго, 3.31 сегодня мы, так, вот такой золотой у меня есть, так, все-таки, интересно попробовать, вот это сделать, накладываем и как бы втираем кисточкой, здесь, конечно, нужно очень хорошо снять, и отпечатываем, да, девочки, это был штампик, отпечатываем, и наша золотая клетка готова, девочки, на бабушкин ски этот похоже, шарфик, привет, привет, девочки, Дашуль, здравствуй, Дашуль, поздравляю, канал растет, как на дрожжах, сегодня к тебе забегала, смотрела, так, еще, какой же еще пигментик-то взять, возьмем один из тех, которые есть у большинства, это у меня sk.com, а че ты в шоке, не надо быть в шоке, значит, твой продукт, который ты показываешь, нравится людям, это же отлично, а я вот зависла, трансляцию у меня долго не было, потому что связь была ужасной, и очень много чего пропустила, к сожалению, и просто из-за связи, так, пластиночку тоже возьмем новую, сейчас, я их только найду, возьму новогоднюю, отборник пройти, будем прийти, как мне замучили, будем пройти, будем прийти, сейчас почищу ее, девочки, а то камера сейчас будет трястись, да, а мы что, сегодня решили, порисовать, так, по-человечьи, кому не нравится, те ушли, без проблем, мы сейчас тоже уже будем заканчивать, сейчас последний дизайн будет у нас, берем беленький, беленький же у всех есть, да, пигментики, у многих, во всяком случае, точно есть, белый наносим, пигмент, втираем на черный топ, а на черный ноготочек, с топом без липкости, да, и у нас остается только цвет, осталось, не осталось, сейчас увидим, да, у меня в помещении Дашка будет бомба, если что, я тебя зову, чтобы, кто не высушил, это кто называется, не высушил, девочки, я видимо устала, и уже забываем, о том, что надо сушить иногда, типсы, все, наверное, последний типс, и мы заканчиваем, иначе я чувствую, и я наделаю делов, Даша, хотела сказать, если ты предлагаешь сделать все это замесом, и бабахнуть на ногти, я приглашаю тебя, на уборку ко мне, приезжай, на, девчонки, три часа со мной, это очень много, просто было интересно, насколько я смогу выдержать, впереди просто, у меня подготовлены онлайн курсы, для вас все обязательно расскажу, все будет очень интересно, и максимально доступно, как обычно, так, сейчас, перенесем, видно все-таки, он такой фиолетово-сиреневый, типсик, высох что ли, да, вот всегда вы так, как сделать, сделай, а как помочь прибраться, так никого нет, Даша, что такое, девочки, смотрите, какая бомба, очень красиво, очень красиво, и я блещу, и типс блестит, вот, девочки, вот так делается стемпинг пигментами, но, если вы увидели ошибку, ошибка заключается у нас, простите, простите за такое движение, ошибка заключалась в том, что, штампик, да, на липкий слой, на минимальный липкий слой, чтобы не было много, все-таки я очищу его, жидкость для снятия липкого слоя, потому что пигменты очень плохо вообще счищаются, даже липучками разными, нужно подобрать штампик, вот этот штампик у меня простой, 4 сантиметра, его можно найти, даже по поиску в моей группе, штампик 4 сантиметра, он сразу выйдет, то есть вот, и на него очень хорошо цепляются пигменты, как сегодня мы посмотрели на, Бьюти Биг Бен плохо цепанул, и даже хваленый штамп Зефирка плохо цепанул, вот, так что, девочки, выбирайте обязательно, попробуйте на одном рисунке, несколько штампиков, и вы поймете, если есть глубокая гравировочка, то пигмент останется даже на 3 штампика, то есть тремя разными штампами, будет возможно, перенести материал с одного рисунка, и вы попробуете, получается у вас или нет, сейчас мы посмотрим, что мы там наваяли, девочки, пигментами у нас сегодня, так вот получилось, так даже лучше видно будет, вот этот хамелеон у меня, пожалуйста, девочки, так, это у нас сегодня было, также мы сегодня стемпинги поделали, более такие романтические, да, относящиеся все-таки к тематике, 14 февраля, все-таки это очень лаконичные такие дизайны, так, и те дизайн, девочки, я уже, конечно, сняла, с ноготков, сейчас я вам их покажу, капельку терпения, сейчас все будет, да, 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 пожалуйста, девочки, я рада, что вам понравилось, сейчас покажу наши основные типики, что мы сегодня готовили на 14, очень простые лаконичные дизайны, вот таким способом я их выложу, вот, у нас сегодня были сердечки, и очень-очень простые, вот такие, с нюнно-нюдовым эффектом, наши сердечки, кружочки, здесь, конечно, я планировала сделать сердечко, но почему-то сделала кружочек, вот, ну и одну планету мы сегодня с вами ваяли, космос у нас сегодня был, здесь был градиент хамелеона кошачий глаз, двойной блик, вот, девочки, все сфоткаю обязательно, все ждите в инстаграме обязательно, я сейчас этот хаос буду разгребать, часа через два я пока вам вернусь обязательно, так что, в инстаграме через часик я точно появлюсь, все сфоткаю, все покажу, и вы можете будете, сможете заценить, если кто захочет, девчонки, кто не знает, есть у меня авторские карты по вензелям, также продаю курс по вензелям, девочки, курс по вензелям 1000 рублей, карты 1000 рублей, и курс по наращиванию ногтей в технике одной капли, у меня стоит 700 рублей, это так, самореклама, кому интересно, за всеми подробностями обязательно ко мне в приват, вконтакте, все напишу, в инстаграме не люблю отвечать, потому что иногда отвечаю голосовым сообщением, поэтому если можно, пишите вконтакт, кого заинтересует, вот карты, курсы вензелей, и наращивание ногтей, все, девочки, на этом, наверное, все, я в соцсетях, все ссылки в описании, добро пожаловать, все, девчонки, всем пока, спасибо, что так долго сегодня были со мной, я пока буду, вот это вот, все хозяйство, разгребать по чуть-чуть, вот, сегодня много наделали, все было очень прикольно, спасибо вам, большое за внимание, ну все, девчонки, до новых встреч, пока-пока, до новых встреч, пока-пока, Продолжение следует...